вы слушаете подкаст голос императора наконец-то голос императора возвращается дорогие друзья как это не странно сколько год прошел с последнего запись последний запись камень писали сколько год был до 40 тысяч лет 40 тысяч лет знаешь как известно декабристы разбудили герцена она с тобой разбудил сам гелеман поскольку мы собрались по поводу я так понимаю грандиознейших событий что но мы не могли остаться в стране и я знаю многих хоббистов вархамеристов то сейчас тоже начинает вылезать из всех щелей берлок из всех я не знаю там планетоидов застрявших в арпе то есть начинают садиться самые странные корабли которым тоже сотни тысяч лет потому что все начинают собираться и вылезать на поверхность когда услышали такие новости ну да надо понимать что мы не просто так делаем этот выпуск сегодня мы делаем его о событиях трилогии трилогии кампейн буков the gathering storm или шторм буря надвигается или надвигающийся шторм не знаю как по-русски лучше сказать но в общем что-то типа того ребята впервые за 30 лет существования франшизы вархаммер 40 тысяч сюжет блять двинулся вперед впервые это вам не сраные какие-то хуитки вроде кодекса некронов конца 5 редакции когда выяснилось что блять некоторые из них могут разговаривать а какие-то из некронских фракций могут блять дружить с кровавыми ангелами но я помню разговоров там было не меньше поскольку это были хоть какие-то новости развивающие расширяющие вселенную причем как раз-то не хронологически вперед а скорее вши ну да да вглубь вглубь да добавляла деталей но это тоже был целый повод для того чтобы сказать громко я возвращаюсь в аху или события действительно влияли но теперь мы понимаем они были значимы только на фоне полного вакуума информационного и отсутствия каких-либо новостей а сейчас я понимаю что это не то чтобы даже какие-то новости не просто вархаммер сдвинулся вперед он просто скакнул ну да да есть такое и это мы собираемся обсудить в новом выпуске голоса императора подкаст голос императора теперь у вас есть у кого спросить так вот почему же мы вернулись да надо наверное для тех кто не в курсе для тех кто просто слушает голос император и сейчас первый раз впервые да я вообще не понимаю чем за чуваки дело все в том что голос император существовал когда мы впервые записали 2014 год по-моему 2015 год типа того я не помню что когда ты был вам 14 или 15 год не был ли а подожди я не помню это было связано с канон был или нет да мы на канон писали сначала на но бы там первые два или три выпуска писали на что это мог быть и 13 мог 13 мог ну что короче но 14 по моему или 13 13 мог бы я не помню короче мы сначала делали это как проект к нову 13 поскольку действительно прошло до хера до хера лет прошло скорее тринадцатый корейской тринадцатый в общем сделали поделали поделали к сожалению канобу спонсировать проект не стал тогда вот и мы на него как-то подзабили потом подумали вот у подъем краудфандинга мы правда совсем не понимали как делать кратфайдинг на тот момент и мы попытались сделать кратфайдинг там нас про нам про спонсировали три выпуска мы их записали моё что мы все от как бы это и потеряли интерес потому что всем надо было работать и тут я год назад стал стримером можно сказать профессиональным и как-то раз вот сидел сидел стриме ускали суши а ты не хочешь голос императора возродить вот уже ли брали он возродил мы тебе собрали дали тебе денег ты сделал а вот давай мы тебе еще дадим денег завезу и вы делаете проекты тут я ведь позвонил сказал витяй давай сделаем голос императора давай до вернемся как я не знаю назовите любую олдовую группу которая возвращается в последний тур который длится 40 тысяч лет ну и как олдовая группа мы делаем это потому что начались день возвращение пугачёвой на сцену да примерно так поэтому тур скорпионс по сибири последний блядь байк байк фэрвелл тур но мы надеемся что конечно будет не так да мы тоже надеемся дать не так так что простите нам если мы немного ржавенький мы просто возвращаемся в канву короче мы бахнули стрим по хэлл ворс 2 бахнули стрим по хэлл ворс 2 который тоже про космодесантников почти да почти да почти сбра космодесантников про спартанцев и там очень интересно начали перепитаться темы там мы сразу начали сравнить вархаммер сирены хэлл и так далее ну в общем все пришло к тому что мы за три часа собрали нужную сумму на вывод на подкаст и в общем спасибо вам большое спасибо всем кто донатил мы отдельно отметим каждое имя в конце выпуска так что вы никуда не убегайте и на все вопросы которые которые вы оставили вместе с своими донат сообщениями мы ответим без исключения сообщение типа там за императора хвала и так далее мы конечно все прочитать не успеем но на все вопросы мы ответим а теперь давайте разберемся что же вообще случилось сейчас можно еще небольшое лирическое отступление собственно чем наш подкаст проект наш союз отличается от либрариума и других проектов по вархаммеру почему именно голос император чем мы здесь занимаемся голос император и необычный проект в том плане что и либрариум все-таки создан для людей которые хоть немножко знают о вселенной то есть уже для таких начинающих каких-то или людей которые делают свои первые шаги а голос император и это проект для тех кто слава его только-только знакомиться собирается познакомиться поэтому здесь есть специальный специальный витя зуев цельнообучный человек который мой бред может переводить на русский язык который следит до затем чтобы уровень нет я скажу это слово чтобы уровень вахаебство не зашкаливал как-то так голос императора у нас без рекламы ну давай начнем с главного с диспозиции на момент вот этих вот громких новостей чтобы понять что сдвинулось что осталось на месте почему так произошло потому что как историк тебе скажу что важны не только события но и поводы а самые важные причины этих событий конечно же они лежат вот тех на историях на которых сейчас перепит можно приписать да я черт меня понесло дубль говорит до дубль как историк вот да 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 а как историк я тебе скажу что важны не только события и даты но и первопричин главный вопрос почему так произошло поэтому давай сейчас я могу дать ультимативный ответ на самом деле потому что глэшники хотят заработать я денег это понятно это понятно это понятно но на то молчь мы можем сейчас Chair мы можем заката хлэшники хотят больше денег да но на самом деле на на это утверждение тоже есть вопрос о чем же они раньше думали они же всегда хотят больше денег почему именно сейчас давай все таки с коммерческой точки зрения обсудим еще больше мы всегда присутствует здоровый цинизм это нормально этим отличается голос императора от других Ваха-ресурсов, где слишком серьезно к этому относятся. Мы уважаем Вархаммера, но все-таки понимаем, что это бизнес в первую очередь. И поэтому здесь надо все-таки быть объективным. Но все-таки. Итак, Ваха. 41-е тысячелетие. За 5 минут до начала. Пиздец. То есть ты мне предлагаешь... Представь, ты как историк. Вот я тебя как историка вызываю на кафедру и говорю, за 2 минуты расскажи мне, блядь, события, которые произошли во время Второй мировой, а не Великой Отечественной. Во Второй мировой. Во Второй мировой. Нет, вкратце я, конечно, могу... Конечно, вкратце. Вторжение в Чехию, в Польшу, блядь, да, вот эта вся Франция. Потом изделение Польши, потом, значит, Гитлер напал, получил. Ну вот я попробую, да, попробую. Туда-сюда. Давайте тезисно, кратко. Баал осажден тиранидами, блядь. Система Баала осаждена тиранидами, там полный пиздец. Некроны, кстати, прилетели на помощь. Опять, блядь, прилетели на помощь Кровавым Ангелом. Фенрис горит. Вся система Фенрис горит. Туда напал Магнус. Магнус вернулся во главе, блядь, обновленного своего легиона рубрикаторов Тысячи сынов. Расхуячил систему, блядь, Фенрис. Там клык, блядь, в огне. Все пылает. Ну, то есть, там, типа, волки-то остались. Жжет. Жжет-таки Фенрис. Да, сжег Фенрис. Сжег Фенрис. Не предавающий примарх отомстил за тиску свою. Вот этот город света, ну, на планете Проспера или Проспера, как вам нравится. Проспера, правильно говорить. Ну, отомстил за сожжение Проспера. И здесь такая сносочка об этих событиях. Читайте в Ересе Хорос. Мы все-таки говорим сейчас об актуальном Вархамере. Да, и под это ну, как бы, эти события описываются, вот, скажем так, в правилах, которые вышли к новому Магнусу и так далее. У них отдельная книжка. В этом году. Да, да, да. В этом году. И там вот события, как бы, битвы за Фенрис. Предваряющие события, они начались, то есть все, все вдруг стали ощущать, что скоро что-то произойдет, поскольку новостей вот таких вот, ну, можно сказать, небольших, локальных каких-то событий стало становиться все больше и больше. Да, то есть... А потом грянуло. Получилась такая, значит, такой подогрев к Геттеринг Сторму, потому что это не событие Геттеринг Сторма напрямую, но, скажем так, то есть там Магнус благодаря этому закрепился, как бы, вообще... Да, но это реально локальная история вот системы, где Фенрис. Да, это вот именно замес, это давняя вражда между космическими волками и ты, и ты, и тысячи сынов. Там вот полный пиздец, в общем. А такой вот сейчас небольшой вопрос. Но Ариман, насколько я знаю, не участвует. Ариман участвует. Участвует. Да, конечно, он же собрал конклав своих всех этих своих самых могучных волшебников, вышел даже трейлер, где он их всех собрал. Да. И даже Ариман, блядь, там участвует. Но он же не в ладах со своим примарком. Ну, блядь, заритконили. Что, что, прости? Ну, то есть заритконили, заритконили хуйню. Он не в ладах, но если вкратце, то Магнус сказал, мне нужны все сыны, чтобы покарать этих уродов, и я не вправе отбирать у вас шанс на месть. Понимаешь? Вот Магнус... В смысле, Ариман же тоже пострадал. Понятно. И вот, как бы, он дал шанс всем отомстить. Черт, я был большего мнения об Аримане. Купился на такой фигуре. У него... Ну, это его, это его батя. Он для него, как бы, священная фигура. Понимаешь, он-то его никогда от него не отказывался от Магнуса. Это Магнус отказывался от Аримана в свое время. Поэтому он ему, как бы, верен до сих пор. То есть это единственное, вот, кому он остался верен... Не знаю, не знаю, попросите самому, Ариман верен себе, на самом деле. Ну, ладно. Мы об этом поговорим. Ну, в глобальном масштабе все-таки он ему подчиняется в войне, да, то есть там рубрикаторов ведет с собой, поэтому такое. Значит, окей. Тем временем, по событиям Death Watch'а, еще одна игра, боксовая игра, которая отдельно вышла с космодесантом, ну, конкретно с орденом Death Watch, это орден под управление орда Ксенос, инквизиции, который воюет с Ксеносами, да. Ну, исключительно. Там событие, что Kill Team, ну, Kill Team это отряд, как бы, спецотряд Death Watch'а ебашится с не кем-то там, а с Эльдрадом Ультраном, которого тоже заретконили, который тоже внезапно жив, потому что он его убивали в пятой редакции, в четвертой редакции убивали, в шестой он тоже был мертв. Напомни, кто такой Ультран? Эльдрад Ультран, это один из самых древних и могущественных провидцев, ясновидцев, в общем, форсиров Эльдар. Он с мира Ультвы, проклятого мира Ультвы, который ближе всего крутится вокруг оку ужаса, не может оттуда далеко улетать, его туда засасывает постоянно, в общем, вот эти в черных одеяниях все ребята Эльдара, это Ультвы. Но это не темные. Нет, это крафтворловские ребята, соответственно, Эльдрад один из самых великих вообще форсиров в истории, то есть он бесчисленное количество раз спасал мир Ультвы, то есть он там вот нитьми судьбы он рулил так, что, знаешь, вот здесь сейчас камень упадет на голову, воробью воробьет, насрет, воробей насрет на фуражку комиссару, комиссар блеванет в суп гвардейцу, гвардейцу уронит Лазган, Лазган выстрелит генерал-губернатору в глаз и можно будет начать вторжение планеты демоном, который, соответственно, уничтожит эту планету и не нападут на Ультвы. Вот такие вот хуйни он устраивал 10 тысяч лет со времен падения Эльдара. Он помнит как бы, когда была империя Эльдара, нормальная, он уже тогда был форсиром. То есть это тот самый негейский Эльдар? Да. Максимально негейский. Максимально негейский, который вот все это время, и причем он не только Ультвы спасал, он спасал вообще все, то есть там Крафтворлда и не по одному разу. То есть он считается очень влиятельной фигурой. Понятно. И, соответственно, вот он вместе с Орликинами, которые слуги Цигараха, смеющегося бога, которые живут в Эбвэе, это пространство между реальностью и варпом. Паутина, так называемая. Да, паутина, которую построили древние, и там сейчас обитают, ну, раньше это использовалось как метро для расы Эльдар, а теперь там только Орликины живут. Орликины, демоны, там какие-то завалы, но очень полный пиздец, то есть там метро 2033 такое локальное, только демоническое. Ну подожди, там же еще обитают темные Эльдары. Темные Эльдары обитают в Эбвэе, у них, да, у них часть в Эбвэе огорожена как камору, да, то есть они, по сути, живут тоже в Эбвэе. Такое есть, да. Значит, Эльдрат задумал победить Слоняш раз и навсегда, потому что он предвидел вот этот вот день падения там Рая Дадра или Кайр Дадра, блядь, вот мне стыдно, я не помню. В общем, ну, типа местный Рагнарог эльдарский, там, то ли Кайр Дадра, то ли Кайр Дадра, эти, блядь, эльдарские названия все время забывают. И он, чтобы это предотвратить, он придумал такой способ. Смотри, Эльдар со времен падения империи у них два пути, то есть ты или темный Эльдар... С времен падения империи Эльдар, да, да. Когда родилась Слонеж, которая отымела всю империю Эльдар, два пути, или ты темный Эльдар, и твоя душа медленно высасывается в Слонеж, хочешь ты этого или не хочешь, и ты единственный способ, как ты можешь свою душу спасти, потому что они стареют, вот они прям стареют на глазах, то есть там за пару дней он превращается в старца, темный Эльдар. Если он никого-нибудь не мучает, или он кого-то мучает, или идёт на арену, смотрит, как кого-то мучает кто-то ещё, это единственный способ ему пополнить запас жизненной энергии, понимаешь? Поэтому ромов... А, так вот почему вот эта БДСМ-культура-то у них. Да, у них поэтому одежда, знаешь, то есть у них броня закрепляется не на ремни, как у всех нормальных рас, а на крюки, блядь, под кожу, под мясо. То есть они готовы мучить и себя, и своих сородичей. Да, всех. 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 Лишь бы не умирать. И, соответственно, вот эта энергия негативная, которую они получают, они ей замещают как бы свою душу, которая медленно утекает к слонежу. Или ты можешь стать крафтворлдовским Эльдаром, да, вот, ну, обычным, которым мы привыкли... Недобитки. Недобитки, да. Остатки былой славы, которые летают на искусственных мирах кораблях, которые освоили технологию камней душ. Максимальные съёбки. Кодекс Астартес предписывает слушать голос Императора. Отлично, да. Технологию съёбки освоили. И камни душ. Камни душ позволяют вот этот... Камни душ позволяют вот этот процесс остановить, и душа как бы не утекает. Она вот где-то держит у тебя в теле, блядь. Но при этом ты должен чётко следовать пути. Какому-то из путей. То есть ты вот следует путь, блядь, повара. Там, ну, я тебе рассказывал, да? Путь музыканта, путь, блядь, официанта, путь воина, путь архитектора. Вот если ты следуешь этому пути, ты все свои эмоции концентрируешь на этом пути, и слонеж не может тебя жрать. Вот. Дао какой-то просто. Да, да. Соответственно, там... Ну, про это долго можно рассказывать. Короче, блядь, к чему я всё это веду? Да, что... Камни-душ, камни-душ. После того, как Эльдар Крафтворловский умирает с искусственного... Эльдар искусственного мира. Вот Эльдар с искусственного мира умирает, его душа попадает в камень-душ. После этого камень-душ несут в так называемый инфинити-сёркет. Инфинити-сёркет по-русски это... Ну, можно сказать, ну, типа, колодец бесконечности. Да, это внутри каждого корабля, искусственного корабля мира Эльдар, есть вот этот некий банк-душ. Туда, знаешь, как ловушки в этих... В охотниках с привидениями опустошали, у них было хранилище-привидение. А, да-да-да, хранилище. Вот там примерно то же самое. Туда вытряхивают этот камень. Слушай, а ведь эти камни, насколько я знаю, ещё находят на планетах, и периодически их разоряют всякие археологические группы людей, из-за чего Эльдары приходят дикую ярость, естественно, приходят убивать людей, а люди такие... Алё, вы звери, господа! А вот потому что происходит идеологический конфликт, люди не понимают, за что, за какие-то руины ссаны, обосранные, значит, их уничтожают Эльдары, а Эльдары считают их осквернительными. А души предков уничтожают, да. Причём, да, уничтожают... Понимаешь, причём, если камень уничтожит, там дичайшими, страшнейшими способами слонеж изнасилует твою душу и будет её вечно мучить и жрать. То есть это не просто, блядь, знаешь, проебали, типа, какой-то античный манускрипт, а там реально вот моя прапрапрапрабабушка, я знаю, где лежит её камень-душ на этой планете, какой-то механикус решил по нему пиздануть молотком, а там, блядь, бабушку слонеж во все дыры, короче, натягивает сурово в варпе, блядь. То есть реально местный Индиана Джонс прилетает на планету так, о, ребята, я нашёл здесь просто древний руин Эльдар, чуваки, да я прославлюсь своей академией, значит, начинают всё это, короче, грабить, по сути, грузить на корабли, чтобы отвезти в какой-нибудь музей размером с планету, ну, а в Вархаммере по-другому ничего не бывает. Да-да-да. Вот тут прилетают охуевшие просто, сатаневшие Эльдары, выжигают мирную, мирную экспедицию, как потом в отчёте будет написано, значит, вот, тут же поднимается Ор на всю систему, летят космодесанники. И начинается, блядь, замец, короче. И начинает ебашить Эльдар, ебашек подзывает корабль, тут что Хаси, ты смотри, парни, а здесь, я смотрю, полакомиться чем-то можно. Вот так вот, можно сказать, начинаются конфликты в Архангелии. Вот за что я люблю делать проект «Голос Император», потому что вот могу абсолютно вам искать, мы с Витяем готовились к нему минут пять. То есть мы написали основные веки сценария, там что-то веки событий и вот эти всё. Но конкретно что мы будем говорить? У нас это абсолютно идёт вот как-то само собой. Поэтому это один из самых... Блядь, это один из самых искренних проектов, которые я делал когда-либо. К чему я веду? Ребята, вы не теряйте нет повествования, здесь всё это тяжело, я понимаю, но вы держитесь со мной, да? Значит, Фенрис горит, Баал горит, всё плохо. По всему, блядь, всё горит. Всё горит, в общем полу. Вархаммер Эври Дэй. И, короче, значит, Килл Тим противостоит Эльдраду, который вместе с ребятами, блядь, из ВВ с Орликинами, которые типа стерегут ВВ вообще, да? И стерегут чёрную библиотеку с сознанием... Блядь, это уже долго рассказано. Да, 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 да. К чему это всё? Так вот, вытряхиваешь ты камень души в этот Эдвинти Сёркет, и там души тусят, то есть их не жрёт слонеша, они там вот в каком-то измерении обитают внутри. И их можно оттуда вытаскивать, эти души, вставлять, например... В аватар. Ну, нет, в аватаров нельзя. В аватарах кто-то должен с собой пожертвовать, чтобы в него вселился часть Кайла Минши Кейна. То есть там... Понятно, ладно. На твоей душе тоже пиздец, но её типа... Ну, в общем, это не только что. Суть в том, что каждый раз, когда Эльдарская душа какая-то попадает в Инфинити Сёркет, отголосок её скапливается где-то в арпе, так же, как в своё время породилась слонеша, благодаря эмоциям Эльдар, их декадентству и полному там разврату, точно так же формируется ещё одно божество звёздное. Эльдарское. Эльдарское, которое называется Инеат, бог смерти. И этот бог, он является анафемой для слонеш, потому что он олицетворяет совершенно противоположный спектр. То есть не хасидский. Не хасидский, это эльдарский, это ещё один эльдарский бог из эльдарского пантеона. Так же уцелел только Цыгарах, потому что ему было похуй на всё, он просто смеялся. Это бог как бы смеха на ёбок и так далее. Вот, смеющийся бог. И Цыгарах активно помогает возродить Инеада, потому что ему нужен кто-то, кто сможет ему бороться. С кем можно поговорить. С кем можно поговорить, да. И, блядь, ну вообще замесить слонеш, потому что слонеш заебал. Знаешь, ей пишешь смс-ки там с шутками, она тебе фотки членов присылает всяких шипами. А тут можно подругу себе создать, и, естественно, он впрягся в это дело максимально. Впрягся в это дело. А у Эльдарда хитрый план, так как Эльдары слишком медленно умирают, и очень долго будет формироваться Инеад. То есть он типа сформирован, но он проснуться не может, потому что нет какого-то большого всплеска смертей. Эльдрат решает... Что с пробуждением в Вархаммере какая-то прям, я не знаю. Полный пиздец, да. Все спят и просыпаются. Это тема Вархаммера, блядь. Знаешь, то есть Эльдрат, чтобы ускорить этот процесс, пытается совершить древний ритуал, который поубивает вообще всех Эльдар в галактике. Но появится Инеад, воскресит всех Эльдар и нагнет слонеж. То есть в принципе план-то добрый, как бы, ну в идеале, ты понимаешь. Да, да, да. Ну так себе план, ты знаешь. А если что-то пойдет не так, чувак. Ну настолько отчаянный... Что может пойти не так, давайте. Что может пойти не так, блядь. Когда я вас подводил, да? Да, 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 да. Десять тысяч лет он, понимаешь, он видит... Всяц на этом зиждется. Ребят, мы все умрем, но потом возродимся. Ну вот примерно так же. Ну вот да. Ну игра-то где сделана? В Англии, понимаешь, там вот... Ну да. Все четко. Но усилиями киллтима Дэсвотч, вот этого спецотряда, блядь, значит, ритуал идет по пизде. Он как бы все, ритуал фейлится. То есть они, по сути, одновременно спасают расу Эльдар. Дэсвотч спасает, блядь, расу Эльдар, сам того не зная. От уничтожения вот этого. Но при этом и спасает от уничтожения слонеж. То есть статус-кво как бы продолжается. Но при всем при этом... То есть вмешались, грубо говоря, наши ВДВшники. Да. Понятно. Да. И получилось так, что ритуал, он начался, и он немного пробудил. То есть вот, как, блядь, по-русски объяснить, немного пробудил. То есть это когда тебя утром кто-то будет, и ты знаешь, сколько времени, иди нахуй. Вот иниат примерно такой сейчас в таком состоянии, в полупробужденном находится. Так это она или он? Иниат, ну, он. Он все. Он иниат, это он. А, все-таки он. А, черт. Хотя Цигарах, может быть, и он такой. Он среднее что-то. Цигараху, может быть, пофиг на самом деле, в конце концов. Я, честно говоря, думаю, что он все-таки подругу... Ты думаешь, что Цигарах хочет трахнуть иниата? А может, это же эльдарские боги, они пугайские. Чувак, это точно... Я про это сейчас. Я вспомнил, блин, это же эльдары, о чем я. Это эльдар, да. Какая подруга. Друг тоже неплохо. Друг сойдет. Собственность эльдар, блядь. Короче, это вот очень важные события. Ну, вот именно события того, что делал эльдрат в Kill Team, да. То есть это очень важно для того, что мы будем рассказывать дальше. Она напрямую связана со вторым кампейн-буком Gathering Storm. Это вот задело на будущее. Поэтому примерно сейчас все так. А дальше мы вот с первого кампейн-бука начнем рассказывать, и ты поймешь, это все начнет вставать на свои места. Сейчас пока я понимаю, никакой, блядь, связи нет, но все будет. Говорит Терра. Вещают все астропаты Империума. Вы слушаете Голос Императора. Так, я даже не знаю, на самом деле, как подойти к этой теме, поскольку она произошла так внезапно, как будто мы сами находились на этой известной планете, потому что казалось, что эта планета, эта твердыня будет стоять в вечность, и казалось, ничто и никогда не сможет изменить ее статус, но это случилось. И я помню, когда пошли первые новости, что Кадия пала, это реально напоминало, ну, я даже не знаю, что. Ну, то есть, вот такое ощущение, такое ощущение, что вот она реально где-то существовала, и я просто видел и в Твиттере, и СМС-ки читал, и какие-то сообщения в Телеграме, когда все друг другу вдруг стали посылать сообщения Кадия пала. Кадия пала. Кадии больше нет, ребята. Что делать? То есть, я на минуточку, на минуточку, даже на секундочку, но я оказался реально в мире Вархаммера, где, значит, астропаты вдруг запели просто во всем империуме. Заплакали кровавыми слезами. Да, у них вытекало вся штука, можно вытекать, и, значит, какой-нибудь там капитан просто трясет его, такой, скажи, что ты видел? Что ты видел? И он такой, Кадия. И тут просто все такие, блядь! Ну, то есть, ну да, это, конечно, грандиозная история, и как, как, как это произошло, как это возможно, что теперь, переселяться нам, как в Масс-эффекте, в другую галактику, всем вместе в Андромеду лететь, вот, и что делать-то вообще? Ну, в общем, да, не вдаваясь в подробности, почему и как пала Кадия, действительно, можно признать, что Кадия пала. Мы сейчас вдадимся в подробности, когда будем кампейн-буки разбирать, но суть в том, что Кадия, что такое Кадия, чтобы вы понимали, это единственный стабильный коридор в око ужаса, то есть, это единственный способ, способ оттуда вылететь, даже для хаоситов, и даже для демонов, то есть, там настолько турбулентный варп-шторм, это же место, где в свое время родилась слоня, шок ужаса, и там просто пиздец, то есть, жуткое сплетение сил реального мира, и нереального мира варпа, и там даже демоны не могут просто так появиться, их нахуй разрывает, и корабли туда не могут просто так пролететь, или вылететь. И Кади, это единственный был стабильный коридор, который позволял хаоситам туда-сюда летать, как-то прорываться, да? И поэтому это мир-крепость, где, блядь, уровень рождаемости, он синоним, блядь, уровню призыва бойцов в гвардию, понимаешь? То есть родился ты гвардеец, поздравляю. То есть мобилизационный ресурс 100%. 100%. Все военнослужащие, так или иначе. Ну или ты кок на кухне, или ты, блядь, Касаркин, который ебашит по черным баржам об аддона, блядь, из орбитального лазера, понимаешь? То есть что-то такое. Кадии больше нет. И вместе с падением Кадии, вы сейчас узнаете, почему это связано напрямую, оку ужаса стало в несколько раз больше. Ты понимаешь? И оттуда поперла вся хуйня. То есть вот если раньше хаоситы, представь себе, все 10 тысяч лет, что шла, блядь, долгая война, как Империум страдал от ксенусов, это хуйня. Как он страдал от хаоса, это было серьезно. Так вот, это, вот представь себе, у вас протекает кран на кухне, вот он чуть-чуть протекает, он, вот, блядь, он год капает, 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 а тут его нахуй сорвало. И вот они просто изо всех щелей, вот, блядь, если там типа 100 кораблей пролетало, там, не знаю, в год, теперь они вылетели все. Дома никого нет. Дома никого нет, понимаешь? Полный пиздец. Так, ладно, ладно, подожди, все, подожди, обожди. Кто проспал? Да никто не проспал. Суть в том, что это было, можно сказать, неизбежно, учитывая, что это был, как оказалось, блядь, это был... 10 тысяч лет. 10 тысяч лет, это план ободонишко. Я, как хасит это заявляю, гребаный, тренер нашей сборной. Всрал все. По волейболу, да, судя по рукам? Всрал все чемпионаты. Вот, постоянно последнее место, и вылетаем из кубка. Но опять, опять сборище, значит, инвесторов нашей команды обязательно назначали гребаного ободона возглавлять поход. И нормальные хаситы, на мой взгляд, уже положили болт, в принципе, на вот это вот, ну, с их точки зрения бесполезное уже, проигранное в какой-то степени дело. И многие хаситы, как мы знаем, в принципе, правят мирами, занимаются своими историями, пиратствуют. Не знаю, как Аримана ищут, рыщут библиотеки, знания. Вот, как красные корсары просто заняли себе систему и, в принципе, строят бизнес там. Вот, ну, то есть, есть такие, жизнь замечательных людей есть, а есть жизнь замечательных хаситов. И вот их много. Фабиус Байл, например, который просто, опять же, ведет независимую политику, на самом деле. Работает сразу на всех. Ну, в этом есть суть хаоса. Да, 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 вот. А есть Абадон, который вот, нет, я буду месть императору. Блядь, опять ты заебал Абадон, сколько можно? Мы там столько ресурсов просрали, какую хуя? Вот именно, Греб, слушай, чувак, нам подарили вообще, я не знаю, вечную жизнь, и мы чемпионы хаоса, мы можем творить все, что хотим. Да шо ж ты уперся-то, мудак ты. И 10 тысяч лет Абадон, как, блядь, прямый. 10 тысяч лет без побед, это был такой баннер, висел просто над Кадди. 10 тысяч лет Абадон бился просто как хером об стенку, он долбился в эту Кадди, не мог ее взять, то есть там периодически, значит, там прорывали блокаду какие-то там корабли, там небольшие флотили, но это все была хуйня, то есть капля в море. Но оказалось, что Абадон не безрукий, мудак, каким мы привыкли его считать все эти годы. То есть вот, знаете, мем с Минькой, у которой железные руки отваливались нахер, слишком тяжелые были, блядь, их невозможно было приклеить. Так вот, дело в том, что Абадон не мудак, это была многоходовочка. Вот это вот, слушай, вот это что-то, вот это вот на тоненькую, вот правда. Вот мне не понравилась эта история про 12 успешных, оказывается, секретных... Подожди, мы к этому придем, да, люди-то еще не знают, что все 12, черных истопах, все были успешными, блядь. Ай, черт, ну нет, ну нет. Ну да, чувак, ты сейчас поймешь, насколько они были успешными на самом деле. 10 тысяч лет, что там, я не знаю. Ладно, к этому мы вернемся, короче говоря. В общем, мы поняли, Кадию прорвало, то есть вот как старый сортир, в котором копилось говно хаоса, ну так и есть, в общем-то, фильтры же вы же не чистите все 10 тысяч лет. И вот эти фильтры все вылились, блядь, нахуй, в империум. И то есть путь к Терри открыт, по сути, то есть все. Ну то есть взяли Смоленск, путь на Москву открыт. Там сайт Филят сейчас будет. Тем временем... На Луне. Тем временем, с империумом, в принципе, понятно, что происходит. Теперь вторая важнейшая фракция, которая участвует в Гэдринг-сторме, это Ильдат. У Ильдар пробуждается, ну, немножко пробуждается и бог Инеат. И Инеат... Make Ильдар great again, просто. Так точно, так точно. И он избирает себе аватара, то есть создает своего аватара, то есть своего вот... Ну, как сказать? Ну, блядь, аватара, да? То есть в реальном мире. И выбирает эмиссара своего. То есть Ильдарку он выбирает, который будет представлять его интересы и посылает за ней, блядь, мега-война-визарха, который ее защищает. И при том за эту Ильдарку сражаются как орликины, как крафтвордцы, так и, блядь, темный Ильдар. То есть все за нее. И эта отдельная фракция формируется вокруг нее, вокруг вот этой вот эмиссары. Тёмные Ильдары тоже вспомнили все-таки свое великое прошлое, и господи Ширмак тоже в говне сидит. Да, и они называются Reborn, так называемые перерожденные. Суть в том, что в силу того, какому божеству они поклоняются, и не аду, каждый раз, когда кто-то дохнет рядом с ними, у них, в принципе, вот на столе похожая механика. Если раньше у них была сила из боли, прошу прощения, у темных Ильдар, когда они кого-то убивали, они получали бафы. То теперь, даже если свои дохнут рядом, они получают бафы. То есть там неважно, кто, свои и чужие эпохи, они начинают бафаться за счет этого, потому что Ильдар становится сильнее с каждой гибелью. И, соответственно, вот эти все Ильдары, они отбросили там свои бывшие лояльности, я не знаю, срубая любви, кто-то на аренах каморы дрался, кто-то, блядь, ебашил в качестве аспектного воина, блядь, огненных, нахуй, скорпионов там, в смысле огненных фениксов, прошу прощения. В общем, подожди, огненных драконов, ёпта, файр дрэгонс, блядь, я уже запутался в этих аспектах. Да. Might and Magic играли какой-то. Striking Scorpions, блядь, файр дрэгонс, блядь, и прочее. В общем, короче, все, ну не все, но большая часть Ильдар пошла за этой эмиссаркой, и теперь они... Выполняют не ебаться, и Иниат ей сказал, что вот есть хитрый способ, короче, как не уебывать всех Ильдар, и чтобы я пробудился. Надо собрать не ебаться там клинков, в общем. Я сейчас скажу, сколько у меня там записано дальше, сколько надо клинков собрать. По всей галактике я разберусь, что-то какой-то в воку ужас лежит один клинок. Какие-то закопанные эти клинки собираются вместе, которые... Их ковал в аул, древний бог, блядь, кузнечного дела Ильдар. Если их собрать все вместе, и дадут... В общем, и пробудят Иниада. Просто это квест. Но это в любом случае лучше, чем убивать всех Ильдар. Это правда. Кому как! А что пенсионер-то наш делает, великий эльфийский, ну, Ильдарский, который, собственно... Ильдрат? Да, который это придумал, он теперь остался неудел. Да, он остался неудел, но он при всем при этом, он же косвенно дал, можно сказать, жизнь Иниаду своим ритуалом, он его пробудил частично. И, соответственно, он присоединяется к этой эмиссарке. То есть он служит Иниаду. На него косо не смотрит. Его изгоняют, нахуй, из ультры. Но это об этом мы узнаем позже. То есть он самый, блядь, великий эспортивный. Ну, слава богу. Нахуй иди! Вот буквально нахуй иди. Со своими идеями. Да. Ну, слушайте, ведь даже в империуме, в ультрафашистском империуме инквизиторов, которые уничтожают планеты на пути флота тиранидов, тем самым отвлекая его с пути, потому что тираниды чувствуют свежее мясо. Вот. И я забыл, как звали этого инквизитора, который уничтожил несколько миров на пути. Криптман. Криптман. Ну, фамилия подходящая. Подходящая. Так вот, Криптман уничтожил эти миры. Флот действительно повернул, но, простите меня, за Криптман гоняются. Потому что... Он, да, он радикалом признан. Ну, да, потому что тут такие методы, ребята, ну, не поощряются, даже если, в общем, это было во благо сделано. Поэтому с Эльдраном это тоже не прокатило. Номер же, типа, пацаны, ну не сработало же! Горящий нефтяной танкер по-пионерски не потушишь. Я понимаю. Ну, видишь, но не срабатывает. В плане, скажем так, нормального отношения к тебе после таких историй. Потому что, прости меня, цена ошибки, ну, невероятно велика. Да. Ну что ж, и мы приходим... Ну, мы кратко рассказали о событиях первой книги, кратко о событиях второй про Эльдара, и кратко о событиях, теперь третий. Примарх пробудился, пробудился Рабут Гелеман. Я не буду говорить сейчас при помощи кого он пробудился и при каких обстоятельствах. А когда же это ты хочешь рассказать? Ну, я расскажу. Ну, вот мы когда будем по сюжету именно конкретно его уже разбирать, мы же пока вкратце расскажем. А, окей. Я не буду говорить сейчас. Мне стыдно, потому что. Я, честно говоря, не хочу об этом и позже говорить, но придется. Гелеман пробуждается, и... Так, давай, кто это? Давай мы... Рабут Гелеман. Рабут Гелеман, ребята, это примарх 13-го легиона космодесанта ультрамаринов, который считался самым эффективным менеджером и лидером тактически, во всяком случае, космодесанта и вообще войск империума в целом. Он, скажем так, все же примархи получили от отца что-то конкретное, то есть кто-то там... Наследство. Наследство. Ну, нет, наследство все получили. Разное. Кому-то достались мозги, да, кому-то достались... Сапоги, да. Сапоги, блядь. Я не знаю, тачка его старая императора досталась, блядь, он же живет, он же, ну, живет, хер знает сколько тысяч лет, как бы. Богатство-то, ого-го, замки целые. У него где-то, наверное, Волга припрятана там, знаешь, или Москвич 41-й, вот кто-то кому-то достался Москвич. В общем... Кстати, достался, потом ты расскажешь, кому этот Москвич еще сыграет... Да, Москвич там сыграет роль. Сыграет свою роль. Да, да, старый Москвич. Мы сейчас о фаланге, в общем, об этом чуть позже, поподробнее, да. Блядь, господи, какой сумбурный рассказ, вот я, честно говоря, знаешь... Нет, наоборот, я считаю, что, в принципе, мы правильно делаем, мы идем от общего к частному. Да, да. То есть, чтобы сейчас не вдаваться в подробности конкретно каждой книге, мы сейчас рассказываем диспозицию, что произошло в целом. То есть, кого-то, кого-то может хватить только на этом. Он такой, спасибо, я вас послушал. Но зато он будет... Вот представься, 10 тысяч лет он сидел в стазисе, его ранил смертельно... Ну, блядь, подожди, подожди. Я опять забегаю вперед. Блядь, это очень тяжело рассказывать о забытиях трех, сука, книг за, блядь, за несколько часов. Ну, за час. Или за два. Неважно. К чему я веду? Что он был самым, ну, толковым, скажем так, управленцем в плане управления мирами. То есть, у него не самые эффективные, там самая низкосмертность, там порядок, там закон, там, блядь, достаток. Ну, начнем с того, что у его ордена, да, у ультрамаринов, легиона, был, по сути, было свое государство. Но он же его выковал. Да. У этих 500 миров ультрамаров... Не одна планета, как у большинства, да, а именно целое государство, целое королевство. Да, и во время событий ереси Хоруса, когда Хорус понимал, что Гельман один из немногих, кто сможет ему противостоять, ну, вот именно в войне, за счет его тактических наук, ресурсов и так далее. И он его отправил как раз в ультрамарсе, идти, типа, с орками воевать там. Суть в том, что Гельман, когда потерялась связь с Террой перед осадой, он не знал, что с Террой происходит, думал, что Терра пала. И они вместе с Сангвинием решили... О, я помню эту историю. Они, да, Империум Секундус замутить. Империум Секундус. Тут как черти из коробки начинают валиться с неба Примархи. Но самый, на самом деле, для меня был скорбный момент этой истории, когда Примархи... Ну, Примарх, на самом деле, собственно, Рабут, находит ксенотехнологию, хрен знает кого, даже, по-моему, не Эльдар, а кого-то древнее. Древних. Древних. И такой, ну, а почему бы ей... И нет. Почему бы ей не пользоваться? Потому что я же Примарх. То есть мне нравится, как заветы отца просто идут по пизде прямо после того, как он фактически до него пару раз не дозвонился. Слушай, ну, экстраординарные события требуют экстраординарных решений, мне кажется. Ну, в том смысле, что это на самом деле нам лишний раз показывает, что... Примархи тоже люди. Это самое печальное, что мы вообще узнали из Ереси Хорса, что Примархи слишком люди, но на самом деле вот такой сусальный образ работа, он растворяется на самом деле. Потому что, честно говоря, работа, особенно как создатель кодекса, вот этого, на который многие слишком воинственные кладут хер, потому что мы по уставу жить не хотим. Вот. И работа, честно говоря, выглядел как такой, знаешь, излишне усердный, ну, сорян, я просто скажу это слово. Усколобый немножечко. Усколобый, да. Да, ну, в том смысле, что вот он, жить надо по уставу, по... То есть, знаешь, такой морально неразвивающийся персонаж, потому что, потому что вот есть заветы, догматик, вот, наконец-то. Но догматик, это не значит, что он, блядь... И тут мы видим, что он способен совершенно на абсолютно невероятные какие-то решения, на решения, которые противоречат всему тому, что он сам пропагандировал буквально пять минут назад. Вот. Я к чему? Что мы должны все это учитывать, когда мы понимаем, что вот эта фигура проснулась. И это, ребята, не просто догматик, но еще человек, который способен принимать довольно серьезные и далеко идущие решения. Да, он же, помнишь, там же было написано, что он, возможно, я себя этим решением проклинаю. То есть, он берет на себя огромную ответственность тем, что он вот создает Империум Секундус. То есть, он не знает, что происходит, и он вот готовится короновать. При этом он сам не... Вернее, он готов взять ответственность, но он считает, что ему хватает скромности признать, что на самом деле Сангвини будет куда более толковым лидером, понимаешь? То есть, может быть, не таким эффективным менеджером, но он же, он был бы для него премьер-министром, там, так все задумывалось, что он как бы правой рукой был. Ну, тут еще был такой политический момент, что, по сути, это действительно была обузурпация, когда лидер Ультрамара объявляет Ультрамар новой Империи. Ну, это, простите, меня выглядело бы в любом случае. Это в любом случае напоминало бы кое-какие события, которые сотрясали Империю. Ну, в общем, один из, теперь уже по событиям последних книг Кирси Хорста, один из таких самых противоречивых примарков, в том плане, что вот всегда считали, что он догматик, а оказался довольно человечный, работа Гелеман. Ну, я, во всяком случае, так считаю. Согласишься или нет? Ну, в общем, он пробуждается. Ну, неоднозначный, 100%. 100% неоднозначный. У меня его образ реально изменился. Я представлял его более... Ограниченным. Ограниченным. Ну, вот, в общем, вот, я добился похвалы работы Гелемана. Ну, в общем, к чему я веду? Хасит, ебаный. Даже Хасит. Смотрите. Голос Императора. Подкаст, возлюбленный всеми. Вот она, сила Империума. Я Хасита развел похвалить работы Гелемана. Вот так вот, ребята. К чему все это я говорю? Дело все в том, что вот этот примарк пробуждается, который 10 тысяч лет сидел в стазисе, и он вообще, блять, он охуевает. От того, что он видит. То есть у него первые... Важный момент такой. Он сидел в стазисе, и он был полностью отключен от внешнего мира. Да, конечно. Но, в отличие от Императора, мы можем там только догадываться и делать предположения, но если Император действительно жив и когда-нибудь собирается восстать, то он, в принципе, по большому счету в курсе того, что происходит. Я правильно... Так и есть. Так и есть. А тут получается, что работу нужно рассказывать, что случилось. Да, он не видел трансформации Империума как место просвещения, знаний и так далее в въебаный религиозный пиздец, в религиозный ад вообще. То есть вот в какой-то ритуализированный, блять, ананизм. Фундаментализм такой, да? Да. Радикальный, блять, шовинизм, нацизм, приправленный, блять, религиозность. Полный пиздец. Это абсолютный антипод того, что задумывал император для своего, блять, государства среди звезд. И он вот просыпается и видит, что там вот такой пиздец. То есть у него вот одни из первых осмысленных слов были, что, он говорит, папа, мы все проебали. Мы подвели себя, мы подвели тебя и мы подвели их. Ну, то есть человечество. Это цитата. Да. Ну, я ее там более точно процитирую дальше по тексту. Ну, примерно тогда. Я просто думал, что мы уже как раз пошли. Мне кажется, пробуждение это самое крутое. То есть даже падение Кадди не настолько потому, что, знаешь, умер Максим и хуй с ним. Только что пробудился Геллиман, это на самом деле... Потому что пробуждение Геллимана... Ну, я думал, что падение Кадди это то, что оставит неизгладимый свет. Нет, нет. Это все только затравочка. И тут случилось пробуждение примарха ультрамарин. И тут я понял, что, ну, вот это уж точно самое топовое, что случилось. И, слава богу, я современник этих событий. Ну, в общем, это на самом деле и сам факт того, что пробудился, это только затравка. Там вот начинается с середины, блядь, книги третьей и начинаются реально вот важные события идти вот прям эпохальные. И так, да, у нас все такое вкусное. Как мы это будем разбирать? Пора, давай, ну теперь пора с первой по третьей книге подробно разобрать все события Гэдеринг Сторм. Поехали. Межгалактический подкаст. Голос императора. Ну, в общем, мы рассказали вкратце события всех трех книг. Я понимаю, что это звучит пиздец как сумбурно, но, наверное, блин... Не, ну, в целом это диспозиция. Да, да, примерно. Как все произошло. То есть, еще раз говорю, если для вас уже слишком много информации и терминов, то, в принципе, на этом вы можете прекратить слушать подкаст. Вот, и в целом вы уже знаете как бы итоги того, что произошло. Пробудился, пало, родился. Взял под контроль империум. Да. Он стал снова командором. Я сейчас про все фракции получался. То есть, пробудился, родился, вот, и пало. Пало, пробудился и переродился. Да, да, да. То есть, как-то вот такие итоги. И в целом вы уже можете поддержать разговор. Да, да, вы уже можете примерно чем-то оперировать. Можете поддержать разговор. Все ключевые, в общем-то, события вы знаете. Да, а теперь мы переходим уже к подробностям, которые все-таки советую вам остаться послушать, потому что будем смаковать. Здесь самое мясо, мы только начинаем. И есть очень-очень интересные подробности, которые на самом деле вызвали у Шона какой-то невероятный ажиотаж. Он мне звонил по телефону и говорил, что я 30 лет увлекаюсь этим хобби. Ну, не 30 лет я ему увлекаюсь, это меньше, я ему увлекаюсь. И важно, не оправдывайся, подробности никого не интересуют. Мне всего 30 лет. Я 40 лет увлекаюсь этим хобби. Мне всего 30 лет. И я впервые просто готов не просто вернуться, а ворваться еще раз в Вархаммер, накупить вообще все минки, скупить все книги и такого духоподъемного чтива я, значит, давно еще не видел. Это к вопросу о том, как отнеслись фанаты к этим новостям. Ушли они из Вархаммера, плюются ли на Вархаммер. Вот, пожалуйста, Шон как пример, который наоборот сказал, что это лучшее, что я читал. Да, лучшее, что вообще, на самом деле, событие Гэдеринг Сторма это лучшее, что случилось с Вархаммером за все 30 лет его существования. Вот ты сейчас сидишь у меня дома и можешь, я думаю, людям проиллюстрировать количество коробок вахи, которые у меня там сзади лежат, блядь, которые я купил на фоне событий Гэдеринг Сторма у меня вот, вот у нас тут буквально на глазах лежит коробка Триумвирата Примарха, мы там помацали гелеманы, как бы помацали литнички, сейчас я буду его собирать скоро. В общем, да, это эпохальная хуйня и я прям реально вот, знаешь, думал, что я никогда такого не испытаю, пока читал Гэдеринг Сторм. То, что я перестал испытывать, наверное, лет 5-7 назад, увлекаясь вахой, то есть вот уже все старые, самые крутые истории в Вайт Дворфах уже переписаны, которые писала старая золотая пляда геймдизайнеров в геймфлоркшоп, который уже там Blizzard везде, блядь, где только не работает, но он уже не в ГВ. И я думал, что все, вот эта золотая эпоха, она прошла. И тут я вот, блядь, читаю Гэдеринг Сторм, Кадия, блядь, держится, Кадия сражается. Я такой, блядь, Гелема, вот это, блядь, полбезет. Вот так вот примерно я себя чувствую. Так, ну давай, давай. Про Кадию особенно интересно. Да, ну в общем, Гэдеринг Сторм, книга первая, падение Кадии. Как вы все знаете, Абадон провел 12 крестовых походов. Как мы считали, неудачно все они были, да, типа, ни о чем. Я считаю до сих пор. На самом деле, все были удачные. Смысл всех крестовых походов можно свести к одному. Уничтожить пилоны на Кадии. Пилоны на Кадии сдерживают только ужаса. Не дают ему разрастаться. Это единственное, что сдерживает только ужас. Пилоны на Кадии и на окрестных мирах рядом с Кадией. Вот, у меня вопрос. Походы крестовые, они были все время в пределах вот этой системы. Одианской системы, или, да, да, да. То есть он никогда не выходил за пределы, то есть считалось, что как раз таки... Ну, все основные задачи... Что к одианцы его останавливали. Да, 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 да. А он на самом деле никуда и не пытался прорваться. Он уничтожал полномерно пилоны на разных планетах. И считали, такой, ну, в очередной раз всрал все полимеры. Да. Да, и так вот... Десять тысяч лет он скрывал. Он никому не говорил, да. Уничтожил свою репутацию просто. Считался, я не знаю, клоуном и шутом просто. Не, ну, это он среди игроков считался. Среди, как бы, хаоситов никто... Ну, все боялись ему говорить об этом. Даже если кто-то и думал, единицы, блядь, он, блядь, самый могучный лорд, он избранный всех четырех богов хаоса. Ты на Абадона посмотришь неправильно, он тебе, блядь, яйца на жопу натянет. Это все здорово, но судить стоит по делам, а не про то, что там люди говорят, или хаоситы в данном случае. Я тебе, собственно, проявил примеры, что много хаоситов не участвуют в этой истории уже давно, на самом деле. Давно они забили, да? Я про то, что... Какие-то безумственные, ну, нахуй, типа. Да, да, да. То есть на самом деле это было, это было заметно. Да. Вот. И он такие, типа, единственный, кто тянет эту лямку долгой войны, уже всем похуй, все там, блядь, кто пиратствует, кто гедонизмом занимается. Нет, такое действительно, да, было. Но я просто в том плане, что в нем нисколько как в лидере разочаровались хаоситы, что он все еще может их собирать, а именно как в военном... Гении. Гении, да, блядь. Да, действительно, есть такое. В общем, суть в том, что представление книги начинается с того, как техномага Скол, Белизариус Кол, это очень крутой такой техномага, старый, встречается, ну, он какой-то там, ёп твою мать, херз на такой планете далеко, в общем, где-то встречается внезапно с Орликином. И у них с Орликином какой-то пакт. То есть, ну, у них союз временный, хотя укола, укола прямо его тошнит от этих ксеносов, прямо он такой же, блядь, весь там дух машины, то есть он постоянно готов ее там расстрелять, этого Орликина, которого зовут Вейл... Блин, как сказать по-русски лучше? Вейлвокер. По-английски, а по-русски ходящий по вуале, вот эта грань, я не знаю, как это сказать, по-русски хуй знает, не знаю, не умею я вахтские названия нормально приводить, всегда говорю, как есть. Короче, с Вейлвокером он не очень его любит, но готов с ним сотрудничать. И Вейлвокер его ведет куда-то, на какие-то раскопки, в общем, и он ищет что-то очень важное. Находит он, на самом деле, один из пультов управления пилонами. Он сломанный, но этот пилон ему поможет потом, понимание вот этого механизма, поможет ему потом работать с пилонами на Каде. Что за пилоны? Пилоны это такие надобы времен Некрон. Что Абадон за 10 тысяч лет уничтожил свою репутацию ради этого. Суть в том, что Некронтир проиграли, ну, Некроны, когда они стали Некронами, проиграли войну древним, только потому, что они не могли пользоваться варпом. То есть варп для них была анофемой, как бы для их металлических тел, и у них не было варп-способности, ничего такого. И, соответственно, они пытались всяческим, любым способом задавить варп вообще во всех проявлениях. Поэтому они нахуячили эти пилоны, чтобы закрыть ОК Ужас и вообще закрыть самый большой портал как бы Хаоса. Но что-то пошло не так, не успели как бы достроить. И сами Некроны проебали войну, ушли в спячку. Поэтому план частично удался. То есть ОК Ужас не разрасталось, но оно... То есть это постройки Некронов. Это постройки Некронов. И они таким образом воевали с Хаоситом. Абсолютно. В то время, когда император ввел человечество на ледовое побоище. Да. Примерно. В общем, находит он важный артефакт, которым потом помогут понять управление пилонами. Там еще он какую-то хуйню находит. В общем, и он с собой таскает... То есть там у него двойная задача. Во-первых, найти управление пилонами. Во-вторых, он таскает с собой стазис реликварий. Некий. Огромный какая-то, блядь, бронированный ящик огромный в стазисе, короче, который вооружен, который погружен на, блядь, бронированный мега-танк. Знаю в Архаме. И он вот за собой его, короче, возит. То есть там ходит пачка скитарьев, которые телами закрывают танк, чтобы по танку ничего не попало. И он находит что-то, что поможет активировать этот реликварий в будущем на этой планете. В общем, пиздец. Я понимаю, тяжело за этим следить. Тем временем, тем временем у Теры фаланга. Фаланга — это самый большой космический форт, который есть у человечества. Он сравнил, в принципе, к Крафтворлду Эльдару. Он огромный, блядь. То есть это как планетой, только вот искусственный. И это тот самый старый жигуль, блядь, императора. Это старый космический форт, который император подарил Роголу Дорну. Другому примарху, Своему, да. Примарху, защитнику Терры. И суть в том, что за... Имперских кулаков. Имперских кулаков. Примарх имперских кулаков. За 10 тысяч лет технологии сильно деградировали, и знания о фаланге были и так не очень хорошие. То есть они 10 тысяч лет назад ее знали с трудом, как чинить, то сейчас вообще пиздец. Хуй ее знает. Сервиса нет. Сервиса нет. То есть они не знают. Запчастей нет. Запчастей нет. Они реально там, знаешь, суть в том, что в хороший день, в хороший день у фаланги работает треть реакторов. В хороший день, это если повезет. То есть она на треть работает. У нее только там, блядь, половина орудий включает, там, план-двигатель работает. То есть она такая белая. Да, при этом нужно понимать, что эта штука где находится... Самая мощная. Она на террой летает. На террой летает. Она охраняет терру, эта хуйня, да. То есть вы понимаете. Да. Но при этом, даже в таком состоянии фаланга является самым могучим космическим фортом в Империуме, вообще в галактике. То есть она может перемахнуться с Крафт-Уорлдом и победить. Понимаешь? То есть она даже в таком состоянии невероятно мощное оружие, как бы. То есть это мы сейчас смеемся над ней, но она пиздец суровая. На нее, на фалангу нападает Белокор. Белокор, это, чтобы вы понимали, это такой демон, блядь, некогда избранный всеми богами хаоса, которого теперь используют для того, чтобы герой Вархаммер могли себе самооценку поднять. То есть Белокор выхватывает пизделе тех, кого только можно, блядь. Вот. Но он считает себя очень крутым. Ага. А, понятно. То есть нашли теперь еще один объект для насмешек, и теперь Абадон на фоне Белокора выглядит героем, а уж с последними новостями так просто триумфатором. Понятно. Белокор нападает на фалангу, используя какой-то неебаться могучий ритуал. Ну, простите, он практически нападает на Терру. Практически, да. То есть рядом с Терру он появляется из фаланги, начинается, а тем временем основные силы имперских кулаков где-то там шраебятся по галактике, воюют, защищают империум. И там одна рота полноценная, и плюс какие-то дополнительные элементы. Они дают бой, каким-то чудом вообще умудряются победить Белокора, изгнать всю этого шоблу. Пиздец, получают дичайшие потери этой ротой. И тут под конец битвы, блядь, к ним появляются, у них материализуется просто проклятый легион, то есть легион проклятых, это, это, короче, космодесантники-призраки, блядь, которые стреляют огненными блотерами, они все такие магниты. И они появляются случайным образом на поле боя, когда силы императора почти терпят поражение. И они переламывают исход боя. И потом так же исчезают. Нет, они остаются. Это впервые, когда они после боя остались. Я говорил, в принципе, про обычное явление. Обычно они, да. Но к ним, на самом деле, присматривается Инквизиция, потому что, ну, очевидно, на самом деле, пораженные скверные существа, вот, но каким-то чудом... Лояльные. Вот, лояльные. То есть это лояльные демоны императора, можно сказать. Лояльные демоны императора. Ну, то есть до такого уже дошло. До такого уже дошло, да. И они, единственный раз, всегда они, да, вот Витя про себя правильно сказал, я просто увлекаюсь, меня надо осаживать, потому что это такие события, пиздец. Я вот просто... Я, понимаешь, я диктую, и мне очень тяжело руки держать на столе, а не в штанах, потому что очень сильные эмоции. Так. И вот обычно они исчезают. Да, держи себя в руках. Тут они не исчезают и просто молча начинают занимать оборонительные позиции на фаланге, блядь, на что имперские кулаки в абсолютном ахуе, блядь, ходят, как бы, и такие... Подожди, между ними происходит коммуникация, потому что они все... Они не разговаривают вообще не спят. Они молча обычно. Они молча, они их всех игнорируют, идут просто мимо. Ну, это повезло реально, что инквизитора нет, надеюсь? Нет, 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 там только имперские кулаки. А то инквизитор просто конец, сорян, пацаны, но я как гоустбастер сейчас должен их захватить в ловушку. И суть в том, что это на самом деле был план Беллокора оставить фалангу на земле, чтобы она никуда не двигалась, как бы, без движения на земле, потому что это один из землёй кораблей, который мог бы переломить вообще, переломить события, появление... Хотя Беллокор действовал, по сути, ну, у него были и свои, хоть он, типа, по поручению Абаддона действовал номинально, но у него были, как бы, свои виды. Свои виды. Да, да. Понятно. Ну, там не от самого Абаддона богов хаоса. Да, но, насколько я знаю, на эту старую Волгу и москвичи, что угодно, там бензина как-то не хватало, потому что она была прикована к земле, и уже бы давно долетела до Кадии, но вот там... Нет, там дело не в том, помните, просто она, как самый могучий космический форт, она на доке вокруг Земли летает, ее просто защищает, и все. И это же... Ну, в смысле, что... Это мобильная крепость имперских кулаков. Да, но как она оказалась на Кадии? Короче, капитан, который остался в живых, капитан вот этой роты имперских кулаков, он такой, блядь, он понял этот хитрый план, что пытаются обездвижить фалангу, оставить ее на приколе у Земли, и он с тысяч лет стоял. Да, он стоял. И приходит сигнал о том, что на Кадии пиздец, и он такой, блядь, вот фаланга нужна там, и первый раз был этот... впервые задокументированный момент коммуникации с легионом проклятых, и там один из легионеров, сержант, кивнул головой. Ты прикинь, блядь, он кивнул... То есть, когда капитан отдал приказ лететь на Кадию, тот кивнул головой. Все, вот, ну, все, можно подкаст заканчивать, блядь. Легионер обратил внимание на смертного, кивнул головой. Патетика, да. Да, патетика. Так, так, и подожди. Все времени. И стоп, короче, фаланга передвигается сама, и ей вообще ничего не мешало оказаться на Кадии. Где угодно, да. Она же периодически отлетала от земли там. Летала периодически. Да, просто мне по описанию казалось, что это реально вот такая вот... Гнилая хуйня. Старая рухлядь, да, которая, нет, она могла стрелять. Так и есть, она старая рухлядь, да. Она могла стрелять там и прочее, но все, как обычно, в общем-то уже довольно таким подточенным, подточенным империуме, где пиздецы происходят реально во всех сферах жизнедеятельности, вот, что она действительно стоит на приколе, периодически может постреливать, но двигаться не может. Ну, в принципе, она это может. Может, но с большим трудом. То есть там каждый раз, блядь, сгорает десяток техножрецов, пытаясь запустить очередной плазменный реактор, то есть, ну, она типа летит. Но она к крестовому походу никогда не противостояла еще. За 12 раз. Нет, она несколько раз участвовала. А, участвовала. Она Акадию защищала несколько раз. А, ну все. Ну, это было когда-то давно. Ну, неважно. То есть, эта практика такая есть. Есть. Но она типа уже давно не летала никуда, блядь. Она совсем бедовая. И она, в общем, улетает туда, несмотря на то, что там пиздец, все плохо. Она сильно повреждена битвой внутри с Белокором. И там мало осталось космодесантников. Но легионеры не растворяются. Они прям, блядь, стерегут фалангу. То есть там... И для них открылись какие-то двери, которые раньше никто не мог открыть, короче. Они там... Ну, то есть, ты понимаешь... Внутри... Да, 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 фаланги. А вот, то есть, они знали коды доступа. Тем временем на Кадии полный пиздец. Тринадцатый Черный Крестовый Поход в разгаре. То есть, флот имперский разбит на голову. То есть, там... Это самое большое скопление Хасидской Флотилии в истории вообще всех Черно-Крестовых Походов. Флот Империума разбит. Полным масштабом идет высадка на планету. Блядь, почти половина Касара сгорела. Касар — это город-крепость. Там все города-крепости. То есть, дичайшие потери несут кадианцы. Сотни миллионов убитыми, блядь. То есть, там еще сотни миллионов ранены. Тут же колоссальные реки крови просто текут полный пиздец. Вот. И Крид, как Костылян, командующий Кади, Костылян Крид, Урсакар Крид, чтобы вы знали, это командир восьмого полка изначально был в Кадианске. Потом стал командиром всей Кадины. Обычный человек-генерал. Вот. Он этому героически противостоит и уже на протяжении нескольких месяцев он не дает взять Кадию. Но это, знаешь, такой бой. То есть, вот, отступают, 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 отступают кадианцы. Кастер становится все меньше, силы все... А, блядь, подкреплений нет. Кадия, блядь, варп-шторма, типа, сильнее бомбят. И, блядь, тяжело. Навигации нету. Гастерномиком почти не видно. В общем, полный пиздец. И, чтобы поднять боевой дух, Крид придумывает кричалку. Керия Стэнс. Это звучит так. То есть, Кадия стоит, Кадия держится, Кадия борется. Вот у них вот этот... Кадия, Кадия выстоит. Кадия выстоит, да, Кадия выстоит. В общем, и они вот только на этой Кадии выстоят держатся. То есть, вот там есть момент забавный. Представь себе Касар. Там ворота, блядь, этого Касара огромные, которые Титана могут остановить. Там хасидские Титаны простреливают эти ворота. Имперский рыцарь, блядь, маленький, вот маленький имперский рыцарь, не Титан, жертвуя собой, блядь, врезается, взрывается, перегревает реактор, останавливает этого последнего Титана. Туда ебаные тонны культистов бегают в эти прожженные ворота. Кадиянцы, блядь, тратя последние заряды лазганов, убивают эту волну культистов, которых миллионы туда вбежали. И они такие, ну все, ну вот это пиздец. И тут высаживается Черный Легион, блядь, Абадона, блядь, и то есть только начинается на самом деле атака. То есть до этого это просто были культисты и какие-то другие легионы там. Немножко Харнатов там, вот вам немножко слонешитов, но тут вот прям Черный Легион, прям элита Абадона, самые суровые ребята высаживаются. Брендированный. И такой, знаешь, и у всех просто уже все, все паникли, потому что во дворе, блядь, и тут Крид такой, Кадия стоит, блядь, Кадия выстоит, эти штыки примкнули и подчарджили нахуй их там. Ты понимаешь как? Подчарджили. Подчарджили, блядь, в штыковую побежали. То есть высаживается Черный Легион и такой хохот стоит в кассере. А, так это ты! То есть ты понимаешь, мы-то думали нам пиздец, а это всего лишь ты, да. Ну окей, то есть прям, чтобы опять же наши слушатели понимали, значит, брендированный Черный Легион, то есть устрашающего вида космодесантники, хотя космодесантник сам по себе, даже ультра-мега-лоэлист, самый себя святой, он все равно выглядит страшно, а тут еще Черный Легион, который мутировавший с клыками, копытами и рогами, и людишки, которые им противостоят, не дрогнули. Не дрогнули, дали отпор, потому что Кадия выстоит, ты понимаешь, Кадия выстоит. А там еще был значительный контингент Черных Хромовников, который это все защищал, и других, волки там были космические. А я вообще удивляюсь, а что там не пасутся вообще все ординаты, я не знаю. Нет, там у всех, там у многих орденов есть породи, но там в основном были волки и, космические волки и Черные Хромовники, их там было больше всего. Реально летают по всей галактике, ищут приключения, артефакты, копье примарха, нет, чтобы стоять всеми орденами на Кадии, нет, они, блядь, приключенничественную жопу, потому что мы хотим внести несколько, я не знаю, еще подвигов на свое знамя и там и прочее. Ну, там просто Аббадон... Нет, я понимаю, что Империуму просто угрожает со всех сторон, поэтому, понятное дело, что ордена реально воюют по всему Империю. Сестры битвы не участвуют в обороне планеты, защищают только святилища, свои храмы, но и тут вот, когда уже вот-вот падет там какое-то очень важное святилище для экклезиархии, да, блядь, просто из ниоткуда появляется живая святая, живая, то есть, Селестина, живая святая, это сестра битвы, которая стала, по сути, ну, демоном. То есть, она демон, но имперский демон. То есть, ну, представьте, живая святая, вот она летает... Ну, понятно, то есть, варп из нее сочится, как на самом деле из тех черных легионеров, которые... И каждый раз, когда она пролетает просто над рядами гвардейцев, они там взбадриваются, даже космодесантники бодрятся, то есть, вот, ну, единственные религиозные из космодесантников на планете, это, конечно же, черные храмовники, они перед ней колено преклоняются, они же в император верят как в бога. Ну, волки как бы, окей, святая, нам похуй как... Плюс 10, плюс 10, да, типа, а у всех там плюс 500, знаешь, к морали. Вот, она помогает сражаться, приободряет уже, казалось бы, еще, то есть, когда уже даже Кэдди Стэнс не работает, Кэдди выстоит, она прилетает, вместе с сестрами, они впрягаются, помогают, в общем, воевать. Тем временем, вот Велл Мокер, Орликин, говорит, что тебе надо лететь на Каддию, как бы, вот там решится судьба вообще, ты не нужен там. Бери реликварий, пиздуй на Каддию, короче говоря. Там события, чувак. Да, и когда вот, уже кончаются силы у сестер битвы, которые пришли на помощь, блядь, уже чуть ли не последнему кассеру на планете, туда прилетает флот Механикус и дает, блядь, там, пиздец, залп, короче говоря, суровый, да. На какое-то время дает перегруппироваться войскам, пока флот, Механикус махается с хасидским флотом, высаживается, пиздец, скитарий, там, блядь, вся хуйня, в общем, Механикус... Погоди, то есть у этого Механикуса большие... У него армия своя. Такие связи? Да он один из верховных вообще правителей Механикуса, этот Белизариус Колл, то есть он очень влиятельный, у него целый флот огромный, короче, экспедиторский. И он прилетает на какое-то время, о том, что тем временем там все так. Тем временем в замке. Тарантино, такой счет, Тарантино писал за пять минут до этого. Нет, слушай, это на самом деле выглядит, как, если бы кто-то решил рассказывать лор какого-нибудь Marvel события, вот на самом деле, не знаю, гражданская война там, в Marvel вселенной и прочего. То есть, конечно, вселенная густовато, прям как невозможно, но это Вархаммер, друзья мои. О чем тут? Тем временем на Кадию из бесконечных каких-то своих там тессерактов и тайных путей вылезает Тразин Бесконечный. Тразин Бесконечный это изгнанник даже среди некронов. Он коллекционер. Тразин коллекционирует все. Но выглядит он как некрон. Он некронский, как некронский лорд он выглядит. Да, модный у него одежда. Ну, это железяка. Железяка, короче, да, прилетает железяка, но разумная. То есть, это не как теперь рядовой воин, он все помнит прекрасно. Но, просто чтобы, опять же, для понимания, когда-то очень-очень-очень давно некроны были живыми. Были живыми, да. Существами. Из плоти и крови. Теперь они как терминаторы все выглядят. Теперь как терминаторы. Да, и у большинства и он как терминатор. Он как терминатор такой тоже ходит. Да, и он прилетает на Акадию и суть в том, что он коллекционер. Он коллекционирует все от редких растений, видов животных и объектов культуры. Ну, сейчас реально Марвел просто пошел. Сейчас будет Марвел, да. Да, да, да. И он коллекционирует Армии даже целой. Армии героев великих исторических фигур. То есть он, у него есть вот компактные эти тессеракты, по сути, такой, знаешь, маленький ящичек, который он кидает. И этот ящичек может там два квадратных километра погрузить в стазис, который он потом в свою коллекцию относит. И он берет с собой несколько каких-то важных тессерактов и летит на Акадию, потому что он понимает, что сейчас там будет вот движуха и надо поскорее сделать селфи там. Снимки. Кидаю себе в коллекцию добавить. И он все это время раздумывает, кто же я, типа, вор или спаситель. Помочь мне им или ну их нахуй. Ну, то есть все такое. Ну, тут же варп вырывается, надо вроде как помочь. Господи, моральные переживания некрона. Ну, они не долгие, но есть, да. Ну, просто да, да, да. Как изменил вселенную я про это на самом деле. Это действительно так. И он выходит на связь с Белизариусом Колом, вот этим крутым механикусом. Это я представляю, там звонок был. Нет, там просто появляется. Нет, там чувак просто переживал от общения с Орликином, который на самом деле, ну, в принципе, Эльдары с людьми со скрипом и прочих, но периодически они как-то даже в целом взаимодействовали. Сотрудничали. Вот. А тут реально просто реальное извращение всех представлений механикуса о машинах появляется перед ним. Тем временем Кол пробирается к ядру планеты, чтобы активировать пилоны. То есть пилоны все это время работали в режиме стендбай. А когда Империум узнал о пилонах, почему 10 тысяч лет вообще не знал? А Империум про них не знал, для чего они вообще нахуй нужны. То есть в какой момент они догадались, что что-то важные штуки, за которыми катается Абадон. Вот Кол узнал только вот там. Все, во время этой книги. То есть он на той планете он понял, вот где его Виллокер привел, татарликин, он понял, зачем они нужны. Возможно, потому что ксенотехнологии запрещены и исследования их тоже. Нет, они исследовали все это время, посылали туда бесконечных дронов, дроны не возвращались, ровно через 6 секунд все дроны исчезали вообще, с ними терялась связь. Сервиторов туда посылали, пытались бурить их, бурить невозможно, понимаешь? То есть там даже мегабурый механик еще не могут сделать. И Абадон тысячелетиями хуячил их с орбиты, чтобы их ломать. То есть они настолько крепкие, эти пилоны, ты понимаешь? Корбища Белизариус, знаете, передачем нужны пилоны и как их можно активировать, чтобы закрыть его к ужасу. Он спускается к ядру планеты, там есть вот, собственно, контрольная комната некая, да, то есть некий ковчег, как в Хейло, да. Кадди. Как в Кадди. Ну, Кадди, да. И тут появляется Тразин, такой, здорово! Я, говорит, тебе могу помочь. Ну, Кол вот тут же хочет убить, естественно. Он говорит, простой, я, говорит, помню, как их строили. Тразин видел, как строили пилоны, он сам участвовал в их постройке. Он же такой древний, да, 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 это, опять же, напоминаем, что это некронский построитель. Это некронский, да, да. Вернулся домой, о, блин, это же старый мой гараж. А мы забыли, вообще зачем, ранег, да. Он говорит, я тебе помогу их активировать, они пробираются в контрольной комнате и тут, блядь, короче, черный регион их находят, то есть они там пробурились тоже куда-то под землю, находят их, окружают. И как бы у Белизариуса Кола вниз с ним спустилось не так много скитариев, они не смогут его защитить. И тут, блядь, один из самых крутых моментов в книге Тразин такой, ну ладно, я тебе помогу, жалко, правда, коллекцию портить. Достает несколько тессерактов и кидает их, значит, из тессерактов вылезает, внимание, блядь, рота ультрамаринов времен Ереси Хоруса, которые до сих пор думают, что они воюют, блядь, в войне Ереси Хоруса, то есть там пачк, там, знаешь, несколько, блядь, дреднотов, нахуй, тактические отряды, блядь, там даже танк, капитан, блядь, то есть полностью, потом полк востроянцев, востроянский полк, который в уши себе, гвардия, гвардия, таницы, пол роты Саламандр, орден современных, да, и Кустодия, Кустодия, блядь, императорская гвардия, личный телохранитель императора, блядь, оттуда вылезает, и они начинают, естественно, ебашиться с хаоситами, то есть я, да, не могу это без негатива, автоматически, просто, не, ну у них как бы нет вариантов, там, знаешь, они же под землей, мне кажется, Dawn of War 3 будет так выглядеть, когда ты закупаешься, посреди, посреди компании, сбрасываешь сверху юнитов, в принципе, на самом деле, очень похоже, когда, знаешь, из ниоткуда такой, в бараке построил, пацаны, у меня тут, сейчас к вам приедет, да, ты принимаешь, каков, каков пиздец, вот эти силы, все это происходит, вот в коридорах, вот в этой машинном зале, ну там, да, но он огромный, это же многокилометровый, ты понимаешь, что там гигантские эти пацаны, слушай, Акадия, не выяснили, что случайно, что Кадия, в принципе, искусственная изначально, нет? Ну, никто не знает, она настолько древняя, что это как бы пиздец, да, Кадия была искусственно создана, по сути, некронами, чтобы там можно было размещать Нексус, контрольный Нексус всех пилон, а вот, это же реально в Хейло пошло, это в Хейло, да, с нее можно активировать все соседние пилоны других планет, и в общем, чудом, вот эти вот силы хаоса, там, как-то сдерживаются, тем говном, который досталось Тессеракт Татразин, и они активируют пилоны на полную мощность, вместе с Татразином, помогают, он объясняет, как это делать, они активируют пилоны, и тут, ох, ужас начинает закрываться, блядь, внимание, демоны тут же рассасывают и все, но при всем при этом, силу теряет и святая Селестина, потому что она тоже от варпа питается, и дух боевой падает и у имперцев, потому что она их приободряла, то есть, это чувствуют все, у псайкеров, блядь, лопаются глаза, то есть, там у колдунов жопы взрываются, это к вопросу о том, насколько Империум реально зависел от варпа, насколько за эти 10 тысяч лет варп стал неотъемлемой частью не просто технологии Империума, а частью культуры. Да, в общем, полный пиздец, но все равно оказывается, что варп, можно сказать, для имперцев в данной ситуации был важнее, и, как тебе объяснить, Абадон начинает побеждать, потому что у него реальных солдат больше, чем демонов, как-то, а у имперцев святая Селестина это одно из немногих, что помогало, блядь, держаться, можно сказать. Ну, ассада, они же там несчастные, ну, сколько они там воевали, месяцами тут свежачок приехал. Да, да, да. Несмотря на то, что закрывается ужас, похуй, Абадон начинает тащить. Ну, потому что космодесантник без рогов, это все равно космодесантник. Да, и суть в том, что Абадон незадолго до вот этого боя пригнал последний из Blackstone Fortress. Blackstone Fortress это черная крепость, да, это постройки древних, древних вообще, то есть, которые когда-то использовали Эйдар, империум их всех захватил, они почти все за события готической войны и вообще других крестовых походов Абадона были уничтожены, осталось только один под управлением Абадона. Это, по сути, херня, которая по мощи сравнимая, ну, почти, сравнимая с фалангой. И прилетает фаланга и, как бы, суть в том, что происходит дуэль крепостей. Да, да, они начинают биться между собой. И фаланга... Как же не стравить себе две последние мега-крепости? Давайте, и обставили, как сценаристы сидят, такие, а давайте строим дуэль крепостей. Да! И, в общем, прилетает вот эта фаланга и она, блядь, у нее активируется половина реакторов, каким-то чудом там включается, она дает мега-залп и за 11 залпов разрушает, нахуй, этот Blackstone Fortress, который называется «Воля Вечности» «Will of Eternity». Это я легко могу перевести. «Воля Вечности» «Воля Вечности» последний из Blackstone Fortress, то есть из крепостей. «Воля Вечности». «Воля Вечности». это реально название кораблей с Хейла просто. «Воля Вечности» разваливается на куски, но у Абаддона был хитрый план и на этот случай. Пока она там летала, он отправил темных мега-залп... Слушайте, это многоходовочный. Такая многоходовочка. Мне кажется, всему реально просто везет невероятно. Ну, блин, избранный хаос и просто реально выкидывает все кубики. Ну, это... Такие, чувак, чувак, знаешь, ты, может быть, не самый выдающийся полководец, но мы тебе дадим главный дар. Такой, какой? Удачу! Бесконечную удачу! Получается, что он отправляет туда темных механикусов и они к каждому из больших кусков этой крепости прикорячивают, блядь, по плазменному двигателю и запускают их в планету. То есть он такой, окей, если я не могу победить как-то так, то я, блядь, выиграю при помощи кусков этого Blackstone Fortress. И она, блядь, и удары Blackstone Fortress куска, то есть он говном забросал. Они раскалывают, начинают раскалывать тектонические плиты, блядь, Кадии. Там, то есть, лава течет. Ну, можно представить себе, что Черная крепость, это, ну, она размером... Ну, она как пол Кадии почти. Ну, как планетой большой, то есть как Луна. Ну, как Луна для нас. Луна, там, треть Кадии, не знаю, там не сказано какого-то. Нет, ну, чтобы мы понимали, чтобы мы понимали, что это реально, по сути, звезда смерти. Звезда смерти. Звезда смерти. То есть падает, блядь, город. Вот кусок, это как город, упал от планеты, он очень крепкий. И, соответственно, начинает рассказывать планету, сеть пилонов начинает ломаться, ОК Ужас открывается, блядь, с новой силой, то есть полные демоны вообще теперь прут, как-то, блядь, из рога изобилия. В общем, полный пиздец. И имперцы понимают, что вариантов нет, а потому что ОК Ужас открывается внезапно с усилием, блядь, просто с повышенной скоростью начинают мутировать космические волки, у них через одного вульфа начинают вылезать. Да, и они, они очень красиво, они уходят, они, ну, всех созывают в последней кассе. Садятся друг на друга и поскакали. Красное. Нет блага выше, чем голос императора. Я представился, Иван Царевич серый волк. Почти. Когда всех созывают на последний бой в самой последней кассе, уцелевшей на этом пиздеце, они такие, говорят, мы уходим как бы умирать. Они ничего не отвечают, они просто уходят, говорят, мы, говорит, будем биться, пока мы хоть как-то себя контролируем. Они уходят прям контратаковать, блядь, лагерь Абадзона. Ну, то есть они уже, типа, мутируют и превращаются в таких кровожадных убийц. То давайте мы будем хватать за жопу просто блестящих, а это будут хаоситы. Хаоситы, да, да. Идут туда, и все там гибнут. Все гибнут. Остается, что в итоге... А, кстати, я еще забыл важный момент сказать, что из Тессеракта выпрыгивает еще инквизиторша, блядь, с ротой... Блядь, Сионов, Милитарн, Темпесос, короче, имперский штурмовик. Ага, это вот все из этого, из заднего кармана. Из Тессеракта Тразина, он просто из кармана достал. И она пытается, кстати, убить Тразина, но не может. Как находите сотку в штанах, которые у вас там где-то завалялись? А у тебя инквизиторша там лежит. А тут находится чувак инквизиторша. Инквизиторша хочет одновременно убить и Селестину, потому что она ересь. И хочет убить Тразина. Тразина она убить не может. Потому что мразь. Да, он ее заковал. Она убить его не может, потому что она поражена Майншекл Скерпс, это нано-машина некронов, которые как бы могут мышцами твоими управлять. Она не может в него выступить, короче. Нано-технологии. Нано-технологии, да, она как-то контролируется, можно сказать. Ну, то есть он ее разом не может контролировать, но она не может его убить. Вот такая вот дилемма. Значит, полный пиздец. Все понимают, что... Слушай, ну это реально уже такое аниме уже такое пошло, короче. Я прям представляю. Ты должен понимать, что я утрированно рассказываю события, которые описаны в 200 страницах. То есть очень утрированно, очень коротко, блядь. Да-да-да. В чем суть? Последний кассер, все. То есть осталось немножко черных храмовников, немножко кадеанцев. Очень полный пиздец. Еле-еле отбивается, блядь, фаланга уже там дичайшая. А она от кого отбивается? Она от флота. Весь флот сдерживает. А, ну и демоны. Ну и демона полный пиздец. Даже ее уже начинают ломать. И имперцы решают отступать. Все, Кадзю не удержать. Потому что Кадзи гибнет. Кто этот приказ отдает? Кто вообще командует? Ну, я понимаю, что есть Кадзи. Но это коллегиальное решение Белизариусу Кола, Селестины и Крида. И Крида. Да, Крид дает последний приказ. Это я для того, чтобы кого на террору стрелять. Кто отдал приказ, что отступаем с Кадзи. Незадолго до этого, незадолго, вот перед тем, как они улетают в последний кассер, Абаддон сам высаживается на штурм вот этого кассера. А, подогади. То есть до этого черный легионер без него действует. Да, да. Вот тут высаживается Абаддон, и он практически, то есть он пробивается в бункер, в штабной бункер Крида. А где шеф? А шеф появится в последний момент. Да. Он пробивается в штабной бункер Крида, вырезает, естественно, всю охрану со своими отборнейшими терминаторами, там, Черного легиона. А, и телохранитель Крида, сержант Келл, понимает, что надо спасать единственную надежду Кадзи, и вот просто его чуть ли не пинком заталкивает там, блядь, в предпоследнюю еще работающую Валькирию, которая улетает, там, подбитая. Вот. И спасает Крида, то есть они успешно эвакуируются, а он, ну, то есть ему Абаддон, вот буквально Абаддон выходит на посадочную площадку, когда Крид уже взлетает. И он из болта расстреляет, как бы, в эту Валькирию, ну, и стреляет, соответственно, в Келла. Простреливает ему колено, подбирает его, этого Келла, блядь, телохранителя Крида. Так, что вы проебали, лошпеды, блядь, конец вам. И он такой, как, держится, и кровавой слюной плюет Абаддона в лицо Келла, понимаешь? Вот, вот она, блядь, и вот я прям, я прям такой, религиозный оргазм устал, да, сука, Хасидская, вот тебе, блядь, поебалу, сука. Угу, так. И, ну, что, сводится все к тому, что, ну, естественно, Абаддон тут же мушею ломает, как Бенгелл, просто выкидывает его, как тряпичную гуглу. Начинается эвакуация Кадей, то есть все, полный киздец. При этом Крид, вместе с восьмым полком, он ему не отдает приказ восьмому полку, восьмой полк сам, можно сказать, придумывает себе приказ, Крид остается на планете, он говорит, я не покинусь. Сейчас, погоди, тогда я что-то сейчас путаю, только же, что Крид улетел. Улетел, в последний кассар, который уже падает, все, все уже плохо, то есть там все уже полностью, они понимают в этом кассаре, что не удержаться. А, то есть он не с планеты улетел? Он не с планеты улетел, он летел в другой кассар. Последнюю крему. Последнюю твердыню, и там они принимают решение, что, мне просто, ну, блядь, тяжело все это описать, слишком много событий. Они принимают решение, что пора улетать. Крид вместе с восьмым полком остается, и вот последние там челноки, блядь, улетают на фалангу, которая донесет всех уже, ну, прочь, блядь, вот, Кадии. И когда закрываются вот створки последнего дропшипа, инквизитор же слышит, как Крид такой, Кадия, выстоит, блядь, и там восьмой полк, в общем, сражается. Кадия гибнет, Кадия гибнет, то есть там тектонические плиты вообще выходят из-под контроля. То есть сама планета, да. То есть планета начинает разваливаться просто. То есть она как бы целая, скажем так, но там континент на континент наезжает там. То есть она уже не представляет, на самом деле, ценности, ни как, на самом деле, трофей, ни как защита. Просто это кусок камня уже разрушенный, да. И вот-вот уже погибнет и сам Крид, то есть там остались и Хасид, Хасид тоже эвакуируется, там тоже полный пиздец. Но Хасид, которые остались, они вот последнее, что хотят сделать, убить Крида, блядь, идут убивать Крида. И уже гибнут последние бойцы восьмого полка, остается один Крид, причем Крид потерял несколько пальцев там на руке, блядь, в общем, в битве с Абадоном как раз. Там просто суть в том, что я сейчас задумал, упомянув, что Селестина, кстати... Потрясающий, да, по потере у чувака, который всего лишь человек противостоял сколько, получается... Ну там месяцами, месяцами... Да нет, десятков лет, наверное. А, ты об этом, да. А пока он служил... Селом... И такой... Несколько пальцев... Я потерял несколько пальцев. Ну, кстати, я забыл сказать, что Селестина, она на самом деле помогла спасти Крида. Она проткнула баддона сзади клинком. Он ее, правда, отшвырнул назад, но она вот... Да, был там такой момент. А с ней что в итоге? Она тоже съебывает. Понятно. Она тоже съебывает. Понятно. И тут появляется Тразин, и такой говорит, Крид тебе не надо умирать. Хоп, его в Тессеракт. Все, вот как бы... А Абадон уже над ним склонился, я так понимаю, да? Или как? Нет, Абадон уже улетел к этому моменту. Бля, я понимаю, что я рассказываю. А, стоп. Просто ты говоришь, что, значит, хаситы пробиваются. То есть Абадон... Короче, в тот момент, когда Катя совсем гибнет, хаситы тоже съебывают на... То есть Абадон не стал до последнего охотиться на Крида. Он отправил какое-то количество легионеров лояльных, которые были готовы пожертвовать собой, лишь бы Криду убить. Абадон ломится к нему в дверь уже, да? Как... Тразин выбегает. Как в фильме «Сияние», значит, уже пробивает попором. Да. И тут появляется Тразин. И... Here's Johnny! Такой вот. Да-да-да. И забирают... И фактически консервируют его вот в этом Тессеракте. Да-да. Начинается космическое отступление Скадии в ужасе. Суть в том, что фаланга успевает свалить, святую Селестину получается остатки кадеанских этих бойцов, то есть там из нескольких сотен миллионов кадеанцев, которые жили, выжило два миллиона на кораблях. И из них двести тысяч погибли в космической битве, когда они отступали от Кадии, от самой. Фаланга успевает прыгнуть, ее прикрывает как менее потрепанный флот-механикус, где сидит Белизариус Кол, как раз, где вот этот вот реликварий загадочный, который он с собой везде, блядь, таскает. С ним остается Селестина, остается вот эта инклюзившая. А этот, короче, вот этот реликварий еще не сыграл. Нет, это очень важная вещь, и он его не хочет, он не доверяет фаланге даже. А, я понял, что это за херь. Сейчас ты поймешь. Я понял, что это за херь. Так, хорошо, и значит, наши с боями отступают, прыгают варп. Прыгают варп, но корабль, который несет реликварий, поврежден, он не может прыгать варп. И, соответственно, флот-механикус в большинстве сьёбывает, а этот корабль, Велизариус Упола, не знает, что делать, их сейчас убьют. И у Селестини приходит видение от императора, который, как бы, он говорит, император направляет нас на планету Классиус, там ледяная такая планета, типа Хота. То есть там, ну, вечная мерзлота, лёд, блядь, пиздец, снег и, в общем, говно, и полная проституция. Вот, отправляет туда остатки этого войска, они там высаживаются, несколько дней шароёбятся по этому снегу, пытаясь найти выход, то есть она их ведёт куда-то, она знает, что есть какое-то спасение на этой планете. И силы имперцев тают на глазах, потому что об одном же тоже высаживается, начинает их преследовать, то есть там сначала байками, потом драконами, потом уже танки за ними едут, то есть там полный пиздец. И они понимают, что всё, конец, они уже окружают вот этот танк с реликвариумом, чтобы защитить все, то есть никто не знает, что внутри, но каждый имперец чувствует, что там что-то пиздец важное, хотя им даже никто ничего не говорил об этом, но они чувствуют, то есть от этого реликвариум прям сочится какая-то энергия священная, и они прямо его должны защитить. Так. А вот, значит... И кто же приходит? И тут открывается эльдарский портал, и оттуда вылетает, блядь, внимание. Так. Тёмный эльдар, орликины, блядь, и там, значит, сборная солянка из бойцов Ультвы и Беретана, блядь, то есть из искусственных миров, и начинают ебашить хаоситов, такие, отступайте, отступайте, блядь. Суть в том, что они друг к другу чуть не перестреляли в начале, потому что имперцы открыли огонь и поняли, то есть они не поняли вообще, что происходит. Я всё жду, когда имперцы включат своё ксенофобское сознание и начнут что-то делать по этому поводу. Суть в том, что, ну, я утрированно сказал, что они вышли и сразу начали стрелять. На самом деле они пришли к этому порталу, оттуда вышли Ильдар и начали с ним разговаривать. Они несколько часов там разговаривали перед тем, ну, я просто немножко термотизма добавил. И они прыгают в Эбвэй? Да, они прыгают в Эбвэй, Ильдар их прикрывают и на этом заканчивается событие первой книги. Ох. Да, ты понимаешь, блядь, это пиздец. понятно. Ну, так, что у нас получается? Абадон-Триумфатор? Да, Абадон-Триумфатор, то есть он все это время, у него была многоходовочка, где он четко работал с... Ладно, давай в компромиссном варианте, что парню невероятно везет. Так, значит, что с Оком Ужаса? То есть, я читал такую теорию, что на самом деле без пилонов и прочего Око Ужаса нестабильно, дико и для хаоситских кораблей тоже. Или это не так? Нет, оно теперь разрослось и вообще просто оттуда полетела вся хуйня. То есть, теперь в Империум, если ему раньше на одном направлении сдерживал атаку, теперь ему надо вообще все планеты чуть ли не индивидуально оборонять. То есть, полный пиздец. Понятно. То есть, на самом деле, для хаоса никаких проблем нет, наоборот, у них в материальном мире ультра-подкрепление. Да. Прямо вот, если раньше они по чуть-чуть и нужно было совращать планеты, чтобы, значит, в экстазе начали биться людишки, потом переродиться в них, появились демки. А тут получается прямо максимальное вторжение хаоса, величайшее за всю историю. Да, и плюс кровь, невероятно, что крови, пролитой на Акаде, дает ободон не ебаться демоническую армию в помощи, которая заряжена энергией и готова долгое время воевать в реальном мире. То есть, вторжение хаоса, полномасштабнейшее, невиданное доселе за десятки тысяч лет началось. Да. Так, с этими все понятно. Теперь будем плавно переходить, ну сейчас мы подведем итоги первой и будем плавно ко второй. Ну в принципе мы подвели, да, потому что я помню, были всякие на этот счет, опять же говорю, какие-то недоволки, ну потому что поверить то, что Абадон наконец-то выиграл и хаос, и захватил Кадию, и сделал это на самом деле действительно сам, потому что смотрите, что включение сил, вот этих вот, подключение сил и Эльдар, и того же, тех же тиранидов, я помню, что многие говорили, что Абадон здесь ни при чем, это все сделали по сути тираниды, вот из того рассказа, который мы сейчас услышали, Абадон получается все сделал сам, обрушил Черную крепость, это его идея, и это по сути послужило концом Кадии, именно это событие, а не какое другое. Обратите внимание, что если бы не было фаланги, с помощью Черной крепости, по простому пути, он просто бы тоже захватил Кадию, просто расхерачив бы ее мощными лучами. Так и есть, так иначе Черную выиграл. А Черную крепость он захватил до этого, и он имел этот козырь, который получил в предыдущем крестовом походе, то есть, как бы, даже мне не хотелось это признать, но получается, что действительно, хотя бы некоторые походы, некоторые походы действительно имели смысл, Черная крепость, это казался нерушимый козырь, даже фаланга, по сути, ничего с ней сделать не смогла, именно Черная крепость послужила тем, что теперь называется, как вошло, в аналлой истории, как падение Кадии. То есть, это полностью заслуга Абаддона, и тут ничего не попишешь. Он был готов, вообще во всех смыслах, то есть, он был готов побеждать. Опять же, слышал историю, что Кадия, да, что Кадия расколота полностью, или она все-таки как планета сохранилась. Ну, нет, она расколота на, то есть, там такая огромная расщелина, из которой льется лава, но она как бы целая. Она как бы целая, но просто там пиздец, у нее такая вагина космическая открылась. Ну, то есть, тогда фраза, опять же, что Абаддон захватил Кадию, Кадию тоже, ну, все-таки верна, потому что, опять же, есть истории про то, что плачет лоялист, к нему подходит, хаосит и спрашивает, что такое, ну, там, Кадия выстоит, значит, все дела и прочее, а хаосит говорит, какая часть, какая часть, да, ну, то есть, получается, что все-таки, на самом деле, это не просто, она уничтожена взрывом, то есть, Кадия в каком-то состоянии находится, возможно, в итоге остынет, и Абаддон там еще воздвинет сам себе памятник. То есть, на самом деле, захватил, сделал это сам, без чьей-либо помощи. Он, скорее всего, вообще станет демоническим миром. Демоническим миром, и помогли ему игрушки, захваченные предыдущих крестовых походов. Вот таким образом, критически поменялось наше представление Абадду. Да, первая книга, блядь, пиздец, как перекроила стратегический баланс сил в империю. Книга вторая, Раскол Бельтана. Ильдарские сепары, там реально будут все про Ильдарские, серьезные характеристики. Окей, пролистываем. Не, ну просто, нет, вот смотри, я понимаю, что Make Ильдар Great Again, я понимаю эту мысль не только Эльдрат Ультран. Бять. Это невозможно запомнить. да. Я понимаю его чаяния, я понимаю чаяния, на самом деле, геймс-воркшопа, которые хотят действительно сделать Эльдаров сексуально привлекательными для всех, но в любом случае мое отношение к ним не поменяется. Это не Абадон. К Абадону чуть-чуть уважения у меня появилось, к этим ничто не заставит меня это сделать. Никогда. Теперь предельно кратко буду рассказывать о событиях второй книги, потому что она меня впечатлила меньше всего, она реально, ну так как, может быть, потому что я Эльдарами не увлекаюсь, не знаю, ну то есть, меня она... Знаешь что, ответ один, что это Эльдары, правда. Знаешь поговорку известную на столе, что самое трудное, блядь, в собирании армии Эльдара, признаться родителям, что ты голубой. Да, не, ну в целом просто столько, столько, столько времени... Все фанаты Эльдар, Шон Пидор Толстый... да нет, да мне кажется, даже фанаты Эльдар все прекрасно понимают, столько времени они реально были полными, по сути, опущенцами, недобитками, и какой бы им героический эпос не писали, Эльдары это те, к которым просто подходишь и говоришь, чувак, у тебя все было. Сейчас у тебя, у тебя нет настоящего и будущего тоже нет. Вы вымирающая раса, которая все проебали. Вы, по сути, вымирающий вид, который вот пытается что-то там, где-то там за что-то зацепиться. Ну, на самом деле, во многом похоже... Вырожденцы! У них очень много общего с имперцами получается, что имперцев... Да, но империя только... Слава прошла уже вся. Но империя только начала, скажем так, сокращаться, да, и уже, по сути, не наступать, а только защищаться. Только защищаться, да. Эти уже тысячелетиями занимаются... Съебывают и съебывают. Да, занимаются только этим. По сути, врожденцы они и есть. Только знаешь что? Темные Эльдары, у них хватило яиц признать это. Они такие, ну все, ну мы выродились, чуваки, давайте просто расслабиться и получать этого удовольствия. А вы пытаетесь законсервировать, ну невозможное, ну невозможное... Ну там, ну слушай, все зависит от конкретного мира, то есть, вот допустим, воинственный Бельтан, он пытается восстановить былую славу, то есть он единственный мир, который активно защищает так называемые девственные миры, где живут, ну, эксадиты, это такие полудикие Эльдар, которые живут в гармонии с природой, хи-хи-хи-хи такие. Ну эльфы настоящие. Ну эльфы, да, там на динозаврах ездят и все такое. Вот они их защищают, потому что они считают, что это надежда. Какие-то миры, типа вроде ульты просто пытаются выжить, потому что они вокруг как ужаса там охуевают, не могут далеко оттуда улететь. Ну и так далее, так далее, так далее. В общем, давайте вкратце пробежимся по второй книге. Значит, в Каморе, надо понимать, что Камора, это главная столица вообще темных Эльдар, там самая крупная арена, где происходят эти вот гладиаторские бои, и там дерется некая Иврейн, дочь теней. Она раньше была сбильта, она сама была аспектным воином, потом стала пиратом, у нее был флот, ее наебали, в общем, там бунт, она стала в итоге драться на арене темных Эльдар, но она при этом обычная Эльдарка, не темная, то есть у нее камень-душ есть, все, и она дерется, в общем, на этом месте. Как мы видим, разницы особой нет. Да, да, в общем, дерется, дерется, а тут выходит Лилит Хесперкс, это вообще самая типа крутая гладиаторша темных Эльдар, и смертельно ее ранят, в общем, в этом бою. И в момент, когда она смертельно ранит ее, каким-то чудом совпадает с моментом, когда Эльдрат практически заканчивает ритуал на другом конце галактики и пробеждает Иниаду, и Иниад типа делает вдох галактический и вот всасывает душу этой Иврейн в себя. И он говорит, ты теперь моя избранная, вот будешь мою волю, блядь, вершить в реальном мире. И возвращает ее назад. И возврат ее назад, представь себе, это же Камора, это Вебвей, то есть это между Варпом и между реальным миром. И там, блядь, открывается портал с демонами, блядь. То есть в Каморе, короче, и оттуда начинают просто лезть все демоны. То есть для них это вообще самый большой ужас для темных Эльдар. У них же псайкеры запрещены, у них нет ни форсиров, никого, они их тут же убивают. Всех псиактивных там, они гасят. Ну потому что очень хрупкое сооружение. Очень хрупкое сооружение, тогда демоны могут попасть через псайкеров, а там начинается просто полномасштабное вторжение. Это связано с рождением Иниад? Ну нет, Иниад, когда вернул ее душу, он открыл портал случайно. А, понятно, понятно. И вот там начинается пиздец. Ну грубая, да, такая. Она, с ней кабал Вичик, ну то есть тоже таких же этих гладиаторш, помогает ей там пробиваться из арены. Тут прибегает такой чувак, который одет в дико древнюю броню Эльдар, которая как бы похожа одновременно и на броню темных, и на броню обычных в красной броне с такой смехом визарх. Вот можете погуглить, визарх такой чувак с мечом. И он прибегает, говорит, вот я тебя буду защищать. Меня послал Иниад, как бы все. И с ним там пачка инкубов и каких-то еще там всяких наемников. Они все вместе пробиваются из Каморы на какой-то небольшой корабль, который в свою очередь прыгает в Эбвей, тоже начинает съебывать оттуда. Орликины, как сказать, Орликины помогают съебаться, приходят на помощь, помогают этому кораблю улететь в ужасе. Тем временем в Каморе начинается полномасштабное вторжение демонов, а срубая Ильвект готов и к этому, то есть правитель Каморы. Правитель Каморы. Местный мэр. Местный мэр, да. Пройдоха тот еще, конечно. Потому что иначе в Каморе не выжить. Это один из немногих Ильдар, который помнит империю до падения. Он же был молодым парнем, когда империя пала, а потом он долгое время был рабом в Каморе сам, а потом стал ее правителем. В общем, там долгая история. Он съебывает, начинает, и он даже во время таких событий у него куча планов запасных. То есть он тут же улетает в безопасную секцию Камора, где демонов нет, и он начинает подстраивать события так, чтобы пока другие лорды Каморы дерутся между собой, вернее, дерутся с демонами, они еще друг с другу убивали попутно. И вот он ловами сталкивает, укрепляет свою власть на будущее. Да, это вот в этом все темные льдары. Значит, орликины выводят... То есть, по сути, это падение Каморы? Ну, часть ее большой, то есть там, она же на секции разбита, там они все изолированы, там часть перебора приходится задраить. Жирно-жирно сметают фигуры со стола в геймсургшопе. Ну, то есть там, типа, треть Каморы идет по пизде просто. Просто горит. Орликины выводят вот этот небольшой корабль и остатки сил. Иврейн, дочери теней, выводят, значит, на Бельтан, на который тоже тем временем идет демоническое вторжение, но уже по другой причине. Так, знаешь, Эльдары. Эльдары, демоническое вторжение, причем нурглитское вторжение туда идет, да, и нурглиты... В закрытом-то корабле, ух. Нурглиты умудряются прорваться к вот этому колодцу вечности и заразить его, блядь, отравить нас. Насрали просто. Насрали туда, да, да, насрали, короче, в колодец, блядь, полный пиздец. Но тут появляется, значит, это, Эврейн со своими чуваками, появляется, блядь, аватар и не ада на помощь приходят, они поворачивают спять этот бой, спасают, по сути, Бельтан, по Бельтану идет трещина, такая, буквально, разлом Бельтан, там реально трещина по нему пошла. И из трещины вылезает первый... Искусственный мир, да. Да, вылезает первый из клинков вот этих вот кроунсордов, так называемых, этих легендарных клинков, которые выковал в аул бог, кузнец, Ильдар, чтобы потом в будущем они смогли соединиться и пробудить и не ада, блядь, то есть в Альтрон собираетесь, вот эта хуйня там начинается. То есть этот меч был зашит в обшивку корабля. Он все это время был там, Окей, понятно. То есть это прям реально убер-квест такой для РПГ. Да, и мечей 5. 5 мечей. Один меч, получается, они находят на Бельтане. На халяву. Один меч все это время, на самом деле, получается, владела им вот эта Иврейн. Это не слышно будет. Все это время они там Алиса орет. Алис, иди сюда. На чем мы остановились? Да, 5 мечей. Значит, получается, что один меч у нее был, и то есть он был не активированный. Когда душа отлетела княда, он этот меч активировал. Он откуда-то достался и понятно. Да, один меч вот они нашли, соответственно, и им надо найти остальные, получается, три меча, да. Если я, блядь, правильно сейчас понимаю. Да, по-моему, как-то так. То есть, получается, один меч теперь есть у Визарха, он бегает с ним второй меч у этой, и третий меч. Там здесь не выяснится, что меч императора один из них. это все Эльдарские артефакты. В общем, но ты знаешь, у императора хватило бы наглости. У нее там очередные видения, ей теперь надо лететь на Ультвы, Ультвы, вот этот проклятый мир, где Эльдрад, Эльдрада там уже судилище устроили над Эльдрадом, то есть, который, блядь, пожертвовал вообще всеми, ну, пытался пожертвовать всеми, ну, потому что Сородичами. Да, Сородичами, чтобы пробудить Иниада. Прилетает это... Да-да-да, он фактически говорит ему, что есть альтернатива плана, а он такой, подождите, ну, давайте не будем, не будем сбрасывать там суть в том, что когда прилетает на Ультвы вот эта вот тусня вся, блядь, этих, то есть, там часть бельтановцев присоединяется, они как снежный ком начинает вот эта вот тусовка этих перевожденных расти. Собирать вокруг себя. Да, такие сепары начинаются. А, соответственно, коренные жители миров, они по-разному реагируют, кто-то за, кто-то против, кто-то там готов в них стрелять, в общем, их гонят оттуда. Их гонят. Их гонят. Они прилетают на Ультвы, рассказывают о новом боге, о котором никто не слышал. То есть, по сути, они действительно ведут себя как еретики. то есть, они говорят, что мы сейчас пробудем нового бога, а там, я так понимаю, что есть свои жрецы, прочь, которые говорят, что такие, секундочку. Ну, то есть, это выглядит действительно, я уверен, что странно, как минимум, да, ересь местная. Местная ересь. В общем, Эльдрада изгоняют, и он уходит вместе с ними искать мечи. Остатки эти там, три меча им надо найти, или два, я не помню, в общем, сколько осадок, три меча. И суть в том, что выясняется, что есть вот миры в волке ужаса, где лежат эти мечи. Они там. А, понятно. Соответственно, они туда, ну, как бы, летят. Находят там еще один из мечей, по-моему. И тут начинается, блядь, осада Яндона. Это еще один мир, блядь, искусственный. Ильдар, чем он знаменит? Тем, что Яндон недавно был обнулен тиранитским вторжением, и там теперь мертвых больше, чем живых. Существует, потому что там настолько мало живых Ильдара осталось, что у них войско состоит преимущественно из, по сути, ну, некромагии. То есть, можно взять душу Ильдара, выдернуть его из рая, вот этого, блядь, из колодца Вечности, где он там в раю просто, засунуть его в камень душ назад и воткнуть в неживую, как бы, херню, типа вот, Рейс Лорда, да, то есть, такой автоматрон, вот, и душа управляет этой херней. Ну, это, естественно, при помощи невъебенного количества магии, там, это дело должен вести спиритсир, но это можно сделать. И вот у них почти вся армия из этих, вот, то есть, они, у них, понимаешь, в их культуре это считается пиздец полный, но нету вариантов других, все, уже отчаяние там полное. На Яндену начинается вторжение хаоса. Полный пиздец. То есть, такое ощущение, что хаоситы решили пробудить Инеата сами. Но они-то не знают про это ничего, на самом деле, потому что Инеата не видит, не видит боги хаоса, он как анафема для них, они его не видят в арке, понимаешь? И, в общем, вторая осада Яндена, все очень плохо, опять же, Янден там, блядь, Янден уже терпит, сильные потери. Прилетает принц Ириэль, который тоже изгнан. Значит, принц Ириэль, он самый крутой принц Корсаров, Ильдарских. Он некогда был главным воеводой, но суть потому, что некоторые решения, которые он принял во время первой осады Яндена от тиранидов, а сильно обнулили флот, его нахуй выгнали оттуда. Но он все равно, даже вот, с уязленной своей честью, возвращается, чтобы спасти свой родной мир. Там они воюют, 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 и, в общем, оказывается, что он при помощи древнего артефакта победил тиранидов. То есть ему вот артефакт Копье Сумерок, там есть Копье Сумерок, то есть с фильмом Сумерки не связано, я надеюсь. Копье Сумерок, это древний артефакт, очень могучий, который поглощает жизнь и энергию того, кто им дерется за Копье. И, как бы, Ириэль медленно умирает вообще, когда им сражается. В общем, он дерется с этим нурглицким демон-принцем, чтобы спасти Яндон, погибает в процессе, его нахер там об стену ломает этот демон-принц, просто как тряпичную куклу. А вот, и, причем, очень смешно решит поступать демон-принц, и он накачивает его болезнями, трупы Ириэля, заковывает в кокон, и отправляет назад на Яндон через космос, короче, они его подбирают, потому что он великий герой, и там плюс Копье, вот это легендарное, его же надо вернуть. Вот. Открывает его, начинается пиздец. Понятно. Начинается пиздец. Скрыли посылку с сибирской язвой, по сути. Да, и только при помощи вмешательства Иврейн, они смогли как-то сдержать вот эту болезнь. А Иврейн уже там. Иврейн там, да, она на Яндоне, вместе со своими, со всеми там прихребателями. То есть она прям путешествует по всем эльфийским городам, Да, да. Ну, эльдарским, эльдарские, эльфийские, но вы понимаете. Она собирает мечи, еще один меч тут. Еще один меч тут. Который на самом деле это не меч, а копье. То есть один из мечей форму копья принимает, короче говоря. То есть он принимает форму того, как типа удобно драться бойцу, в общем, который в бою. И она сдерживает болезни и такая, ну, говорит, ну, я же типа, Яндон, помоги. И он всю жизненную энергию, которая пожирала копье, возвращает назад, вырили. Он такой, ааа, я жив, блядь, я поверил в Ивне Ада. Такой пиздец, все, мой флот ваш, я с вами. Третий, третью хуйню они нашли. То есть 2, два крючка осталось. А, они получили еще союзников. Союзников, мощный флот этого Ириэля, принца Ириэля. И они думают, как бы, что делать дальше, потому что сил, причем им же противостоит еще, им не только Хасито противостоит, но и Срубаэль Вект, вот, правитель, блядь, Камора, он хочет отомстить за то, что, блядь, сделали, он пытается уебашить постоянно эту, отролеет ассасинов, там, гамонуков, все их любишь, да. То есть нет, он не успокоился? Нет, он там мстить пытается все это время, палки в колеса составляет этому квесту. Они понимают, что в одиночку им не победить, даже вот, несмотря на то, что они значительную силу, как бы, значительной силой Ильдара на свою сторону переманили. Увеличили, да, свою группу. Да, то есть там начинаются, то есть у них религиозный такой ренессанс начинается у Ильдар, то есть прилетают со всей галактики, какие-то там одинокие там рейнджеры, не знаю, какие-то флоты, блядь, пиратов, каких-то там молодых Ильдар, типа, чтобы присягнуть, наверное, Синьаду, перекрашиваются вот в красный там символ этого бога, чтобы служить Ильдару. Ну, это действительно появление новой религии. Да, у Ильдар. Как оно есть, И они понимают, что все равно в одиночку им не справиться, они такие, с кем бы нам заключить союз? Тау слишком молодые, орки это, блядь, слишком непредсказуемо, человечество. И вот они начинают спорить о человечестве, и там все сводится к тому, что люди, они же типа живут бывшей славой, а мы как живем, блядь, точно так же. В общем, они решают с людьми подружиться. Ну, это да, это самое странное решение, которое я слышал, но теперь я понимаю, потому что когда вдруг начинаются споры, почему Ильдары подружились людьми, ребят... У них у самих пиздец. Нет, тут на самом деле звучит-то все иначе. Не Ильдары подружились с детьми, с детьми. Ну, для них они как дети, да, человечество. Ну, маманки, да, обезьяны. Не Ильдары подружились с человечеством, а отдельная группа Ильдар, которые для Ильдар являются, по сути, еретиками, отступниками, отступниками, то есть некая группа отступников пошла на союз с Империумом, и я так понимаю, что в целом, в целом, противостояние и взаимная нелюбовь Империума к Ильдарам, она по большому счету все никуда не девается. То есть в целом, если где-то особо ксенофобские ультрамарины, космодесантники, неважно, встречают Ильдаров, они нормально машутся без каких-либо, без каких-либо разговоров и о том, что вы знаете, у нас, если вообще-то, есть группа Ильдарская, которая с вами дружит, всем насрать. То есть это конкретная история вот небольшого, по сути, вот этого ордена, который посвящен вот этому новому богу, который еще не проснулся. Который еще не пробудился до конца, только вот эти клинки. Да, то есть религиозная секта решила пойти на контакт с людьми. Не все Ильдары, это очень важно. Только вот это, секта этих, прирожденных. И они решают одновременно, что просто подружиться с людьми будет недостаточно. Они должны совершить что-то такое, чтобы завоевать доверие людей и одновременно укрепить силы людей, которые сами там, блядь, терпят поражение за поражением. Они такие, ну, надо им дать героя, полубога. Давай, вот, ну, и тут у них с орликинами начинаются терки про это. То есть орликины, на самом деле, давно планировали, как бы, вот этот хитрый план. То есть они хотят помочь... В общем, хотят помочь... Я не буду говорить, что они, типа, мы должны помочь им полубога, там, воскресить. Ты понимаешь сейчас, к чему это все идет, да? Да, к пробуждению императора, конечно. Подожди, ну, в общем, мы до этого дойдем. На Яндоне, ты же, ну, как я упоминал, на Яндоне до хера... Единственное, здесь смущает эта история про то, что мы давно это планировали. Что они планировали? Блин, они планировали извести человечество под корень. Вот что они планировали. Так. В общем, как я говорил, на Яндоне же много умертвей вот этих вот из психокости, да? Рубрикаторов. Да, рубрикаторов местных. Но суть в том, что Яндон дает им, по сути, вторую жизнь. То есть, в чем минус этих умертвей? Они видят мир, то есть у них, можно сказать, один духовный глаз смотрит в реальный мир, а другой в мир духа. И они как бы такие, знаешь, торможенные все. Они полужилые как бы. А Яндон дает им жизнь внутри этих тел, и они снова чувствуют себя живыми, они все помнят. То есть, они как бы... И вот эти все... То есть, понимаешь, для них это же духи предков. То есть, они невероятно мудрые, там они жили давно, долго, помнят еще эти предки. И они присягают на верность и не аду всех. Вот всех, он их всех там, воживил внутри этих тел искусственных. И они все вспомнили, такие, мы идем за евреин, короче, мы будем пытаться спасти ее, типа, вот мы за вас живых будем воевать, короче, снова гибнуть и будем спасать. Они все присягают на верность. Ну, может быть, это магия и не ада, я даже не знаю, но как бы... Но это просто волшебник изумрудного города. Идут по дороге желтого крепича и к ним начинают присоединяться, ну вот, причем герои именно. Да, так и есть. Ну, в общем, как я говорил, тем временем, там, Фенрис горит, блядь, под силами Магнуса. Магнус, Магнус, по сути, отправляет Аримана, то есть он узнает про этот план, хитрый, с мечами, с Иниадом, и отправляет туда, хитрыми, в общем, путями, отправляет Аримана их перехватить. И в Эбвее, ну, то есть эта тусня идет дальше, она идет как раз на вот эту снежную планету спасать имперцев, чтобы им помочь и с ним подружиться. И их перехватывает, блядь, войско Аримана и огромная там, блядь, часть легиона тысячников, плюс демоны, плюс полный пиздец. В общем, в Эбвее начинается бой. Там, в общем, прибегают на помощь, блядь, все феникс-лорды. Это, ну, величайший герой Эльдар, который, блядь, долго надо объяснять. Они, чуть сучем, когда было падение, кто-то, каждый выучил один из аспектов войны. Скажи какую-либо разницу между феникс-лордом и петухом. В общем, феникс-лорды приходят на помощь, хуй с ними. Блин, еще забыл упомянуть, что вместе с Эльдрадом в изгнание ушел Кисадурос. Кисадурос, это еще более древний форсир, еще более уважаемый, но который был в фаворе, и он добровольно ушел с Эльдрадом, он понимал, что это единственное, способ, типа, спасти этот пробудительный аду хоть как-нибудь. В общем, Ариман Кисадурос превращает в деревянную статую в этом бою, блядь, это просто такой важный футноут, который надо было сказать. Понятно. Понятно. Ну, то есть... И тут, в общем, Ариман поворачивает бой в свой... Мне кажется, на Эльдарах сегодня узнали, ну, по крайней мере, наши слушатели некоторые больше, чем за всю свою жизнь, потому что действительно в этих событиях собрались, ну, все Эльдарские герои, которые вообще когда-либо существовали. В общем, что дальше происходит? Ариман берет в какой-то мега варп-пузырь, блядь, заключает туда аватары Иниада и Врейн, и Визарх. В общем, всех троих, главный герой застанил. Эти герои там готовятся их уничтожить и как бы не знают, что делать. И тут аватары Иниада просто берет и нескольких рубрикаторов в них направляет какой-то луч какой-то силы. Рубрикаторы тут такие, то есть, которые обычно ходят, знаешь, как машины там просто... Ну, все прах. Да, все прах. Идут, просто стреляют и они же не разговаривают, никогда просто ходят и стреляют. И тут двое из строя выбиваются, начинают оглядываться по сторонам, такие, блядь, не понимают, что происходит и используя тактические маневры времен Ереси Хороса прибегают к Риману и начинают... Ну, то есть, вокруг него садятся в оборонительный круг, типа, как они всегда делали вокруг своих этих колдунов. Они начинают с ним разговаривать, брат, это ты? Где мы? Что мы? Что происходит? Да, да, да. Чтобы, опять же... А Риман всю жизнь мечтает... Именно, это главный его квест по большому счету, за чего он поссорился со своим примаркин, с Магнусом. И почему он грабит все библиотеки и прочее? Он хочет разгадать отличающую загадку хаоса вот этого заклинания, рубрики, который он сделал, и оживить своих братьев, не просто, не просто там солдат, там, и кто там, братьев своих, с которыми и так он столько претерпел несчастья, и потерял родной дом, Магнус не предавал. И он там чуть и не плачет, и он реально, он сбрасывает это заклинание, тут же начинает там просто в ужасе на них смотреть. Типа нашел... Нашел братьев, вернул, да. Нашел свойство, нашел способ, да. А он, собственно, и пытался допросить вот этих иниадовских ребят, типа, как вы это делаете, вы же там можете типа вот воскрешать, потому что он видел, как дали жизнь вот этим умертвием, и он хотел то же самое сделать для них. И в общем, и тут Иврейн такая, давай, блядь! И там вот один из этих умертвий больших рейснайтов, он проделывает мечом дыру в Эбвей, в стене в Эбвей, и туда падают эти рубрикаторы, короче, вот эти, которые ожили. И, блядь, Ариман с криками «Нееет!» На диске за ними улетает просто в никуда, вниз куда-то там их доставать. И на этом, соответственно, битва рассеивает, без витерства Аримана, там все идет по пиздец. Провели дедушку. Да, провели дедушку, короче говоря. Ильдары прибывают на Клазиус, объясняют, что вот мы пришли вам помочь, как бы, типа, галактики пиздец, мы пришли помочь. Даже Лилит, Лилит Хесперокс присылает помощь, которая убила как раз и в Рейн вначале, она уверовала там и прислала своих ребят на помощь. То есть там вообще полный здесь уже самые отпетые, блядь, ублюдки галактики со стороны Ильдара присылают помощь на, блядь, на Клазиус. А вот, получается, что каким-то там, ну, в этом бою они там пока выводят остатки имперских войск с Клазиус, ну, там завязывается бой, соответственно, все отбиваются от хаоситов и у них вот завязывается там некое уважение друг к другу среди Ильдара и вот этих вот имперцев. В общем, заканчивается книга на том, что они вот там три часа, потом они общаются в обвы, когда сваливают оттуда и говорят, что вот, ну, типа, один из вас ведет очень важную дорогу на Ультрамар. Должен кое-что он сделать. Они на колу показывают на этой реликварии и говорят, типа, вот, вы хотите там сделать кое-что важное, мы вам в этом поможем. То есть, и между собой они уже объясняются, что надо дать им полубога, ну, то есть, уже все понятно, что они гелеманы собираются воскресить, и Визар говорит, что, типа, вот он будет противостоять хаосу, и мы будем ему помогать, он не будет один в этой битве. Вот так вот заканчивается вторая книга. Понятно. И там веселую дорогой они летят на Ультрамар. Да. Да. Идем дорогой трудной, но в город изумрудный. Ну, они летят на Ультрамар через Вебвейд. Сейчас, понял, вот из того, что я тебе рассказал. Давай ты теперь сделай. Я понял, что я стал больше ненавидеть Эльдар, на самом деле, после этой, после всей этой истории. В отличие от Абаддона, мнение я свое не поменял. В общем, эту фракцию надо давить. И, и в целом, главное, опять же, что я услышал, опять же, многие обсуждали, переживали по поводу союза Эльдара и людей. Так вот, союза Эльдара и людей я не увидел. Я увидел союза одной секты с не совсем человечеством. Ну, да. Это нельзя назвать даже парламентскими отношениями. Дипломатами, дипломатами Империум и Эльдары не обменялись. Это начало союза, и на самом деле... Ну, я думаю, что к этому, конечно, все идет, но, в общем и целом, пока, пока говорить о союзе рановато. Рановато, абсолютно, то есть только чуваки вот в этой красной броне последователей культа Инеада готовы. Перерожденные. Перерожденные, да. Готовы идти на союз с человечеством, а остальные консерваторы скорее будут стрелять, а уж в человечестве я убежден, я убежден, что они не то, что ответят, а прилетят. Вязные кседусы. Да, да, и плюс мы, опять же, вначале рассказывали об интересных идеологических разногласиях, особенно, когда дело касается камней души. Поэтому союза, союза нет, есть отдельная группа приключенцев, которая может предложить человечеству и то не всему, а ультрамару. А вот что случилось с ультрамаром и насколько пробуждение, опять же, сыграло позитивную роль на всем империуме. Я, например, считаю, что для империума пробуждение это коллапс, но это я уже готов слушать во все уши. Ну что ж, поехали на третью книгу Возрождение Примарха. Третья книга называется Самые Пахальные. Это даже не третья по сути книга, а третья как раз главное событие. Да, вообще, первые две это как бы подготовка к третьему. Ну нет, это тоже событие Падение Кади, да, соответственно, событие Уильдар. Подожди, потому что я сейчас тебе расскажу, ты поймешь, что это все подготовка. О, матерь божья. Матерь божья. В общем, и Врейн, Визарх и как их называют селестианцы уже, то есть у них уже тоже типа своя секта вокруг этой святой селестины, можно сказать, образовалась. Ну то есть при этом даже, блядь, инквизитор уже уверовала в эту селестианку, то есть во время одной из битв там. Ну это, короче, вот эта вот тусовка значит фанатичных Эльдар, тусовка фанатичных имперцев, летят гелеманов, летят гелеманов, понятно. В общем, оказывается, что на Ультрамаре, блядь, какой-то там из планет есть, блядь, портал Эльдарский, работающий. Ну да. Они прям там вылезают. Тем временем... Не, ну тут я не удивлен, найти ВВА невозможно. Ну да, он как бы везде и всюду. Смотри, значит, в чем сам прикол? Уже по доброй традиции, блядь, Райс, в смысле, Гэдринг Сторма, в Ультрамаре вторжение, блядь, хаоса. Понимаешь, куда бы, блядь, не попадал этот усок? Везде, блядь, сторожение хаоса. там есть у нас объяснение в начале, Кадия Пала, хаос теперь везде. Все, привыкайте к этому, да. Вот это вся, представься, разношерстная тусня, сестры битвы, Селестианка, Сион и Милитарум Темпестус, немножко черных храмовников, блядь, там какие-то еще там... Черные храмовники, самые фашисты. Самые, блядь, суровые, но им Селестианка сказал, что норм, император одобряет, такие окей, все, они же, блядь, фанатики, да. И вот это вся, ну, соответственно, остатки там сил механикус, вот от этого. Ну, понятно, понятно. Ну, то есть разношерстная абсолютно, тусня попадает на ультрамар, и там идет вторжение, они идут по планете и видят, там стоит какой-то бастион ультрамариновский, и там, блядь, они отстреливаются от этих, от драконов хаоса, блядь, вот этих механических. Но они не на Калти, да? Не, не на Калти, на какой-то планете, я там не помню, где-то они в ультрамаре. Не на Калти, нет, Макрак главная планета, если ничего. А, Сорян. Да, да. Калт вообще палка. Нет, Калт в порядке, просто там под землей все. Да, 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 Макрак, конечно. Значит, да, и они, чтобы попасть на Макрак, подбегают к этому бастиону, как бы, оттуда вылезает ультрамарина, естественно, тут же наставляют пушки на всю эту тусовку, и, да вы кто такие? Почему с вами ксеносы, блядь, что происходит? Вот, но суть в том, что... Встает счетчик варпа, он там за... Зашкаливает, зашкаливает, особенно, когда наводишь на Селестину. Ну, на минуточку с ними аватары не ада ходят, блядь, вот эта хуйня летающая. А, там просто счетчик варпа сломался где-то за 3 километра. Да, да, там все выбило, блядь, все показатели. В общем, ну, при всем при этом, что там Селестина живая, святая, один из верховных правителей механик. А, блин, там же не просто Эльдары, там еще с ними темные Эльдары стоят. Ой, кошмар какой. Да, 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 ты понимаешь, какая там просто, блядь, такая свора. Но суть в том, что... Хорошо Некрон, хорошо Некрон сгибался от них в этот момент. Механику с Крутой и Селестина, они уговаривают артермаринов, объясняют, что вот у нас есть важное послание на МакКрак, мы должны увидеться с лордом Ультрамара, то есть с правителем Ультрамар. И, в общем, те им вызывают корабль, они залезают на корабль, летят, в общем, прилетают на МакКрак, там тем временем штаб Марниуса Калгара, ну, это магистр ультрамаринов текущий. Он там командует обороной. С ним рядом стоит Вольдус, это один из капитанов Серых Рыцарей, там командует ротой Серых Рыцарей, Вольдус. Обычный такой, типа, монах, ничем не выдающийся, которого в свое время избрал Драйга, командовать ротой. Вот. Грандмастер третьей роты, собственно. Кол требует аудиенции с лордом Ультрамара к нему, говорит, окей, выходит этот Калгар, говорит, давай. Говорит, нет, не с вами. Это слишком унижение такое для Калгара. Он говорит, мне кажется, первый чувак, которому не нужно пробуждение. Я здесь главный. Я здесь король. В общем, я должен увидеться с истинным лордом Ультрамара, то есть с работой Гелеманом, который все это время сидит. А это не тайна разве страшащая? Туда же поломники со всего Империума летят. Все знают, что есть примарк в стае, все раненый. А вот, соответственно, энное количество тысяч лет назад Гелеман был ранен в горло Фулгримом, Анафемом, причем, которым ранили Хорусом, ранил его этим клинком, который нельзя вылечить от него ран. И даже невероятный метаболизм примарха не может с этой раной справиться. И он сидит в стазисе, сжимая меч Императора в руках. Вот это добавили важный момент, который раньше не было в лоре. Он с мечом Императора уже сидит, с мечом Императора. И... Так нельзя было из стазиса как-то, знаешь, только меч достать как-то. Ну, они боялись, что, видимо... Вообще говорят, что меч это одна из причин, по которой он хоть как-то. Меч не поддерживал. И... Кол требует, значит, аудиенции. Капитан Агиманка там первый вот ультрамарин говорит, нахуй всех арестовать, что это полный какой-то пиздец. Наконец-то хоть у кого-то здравомыслие включилось. Вмешивается Селестина, как-то уговаривает это все. И там, в общем, не понимает, что делать. Колгар не решает, не знает, то есть он не может принять решение. И тут Вар Тегуриус, это глава библиария, ну, самый главный библиарий ультрамаринов, ему приходит видение от императора, еще опять, да, который такой... Звонок такой, все окей, я санкционировал. Да. Он говорит, блин, типа, лорд Колгар, выслушайте. И они начинают рассказывать всю историю вообще всю. Ильдары рассказывают ее очень... А это как мы сейчас? Как мы сейчас? Они Колгарова это начинают располагаться. А ты? Подожди, а вот на Некроне поподробнее. Да, да, да. Межгалактический подкаст Голос Императора Они начинают Колгар это все пересказывать. Все, кроме Белизариуса Колла рассказывают историю в деталях. Даже Ильдар довольно много им рассказывает. А, Белизариус Колл А, Белизариус Колл молчит, он ничего не рассказывает. Ну, правильно, правильно. У него это реликвария, и ничего не понятно, что он с ним хочет делать. Нет, ну и плюс Белизариус Колл как раз так участвовал в довольно адовых приключениях, которые лучше не знать. Да, он там с Ильдарами якшился, блядь. С Ильдарами. С Ильдарами. И он ничего не рассказывает, реально. А я вам не скажу. Я ничего не скажу. В общем, они прибывают в святилище Примарх, которое находится в свое время в храме исправления, ну, Temple of Correction, где находится стазис вот это поле, где сидит ранее. Temple of Correction. Temple of Correction. Anal Correction. Коррекции. Коррекции, блядь, церковь. Храм Коррекции. Храм Коррекции. Ну, в общем, можно сказать, что тюрьма. Шучу, не тюрьма, а то, блядь, некоторые дверасты поможут. В общем, прибегают туда. И тут Кол говорит, у меня вот теперь-то я расскажу, блядь, зачем это пуня. Что у меня в чемоданчике. Много тысяч лет назад сам Рабут Гелеман сказал, что я, типа, готовлюсь отправиться на битву, с которой я могу не вернуться. И ты должен будешь мне помочь. Вот собери вот этот реликварий. Да. То есть там... Чего ждал, что ли? Сам Гелеман до своего ранения дал ему это задание. Собрать, то есть, ну... Собрать детали для этого реликвария... А, то есть, не готовый. Не готовый, нет. То есть, он все это время выполнял задание и... Десять тысяч лет? Да что же у них у всех сроки? Десять тысяч лет, там меньше, то есть, ну, где-то девять. Или восемь, там точно не уточняют. Ну, то есть, там тысячи лет. А когда сел? Ну, вот, блядь, мне неизвестно. Несколько тысяч лет он сидит. То есть, там, типа, может, там, ну, восемь или девять. Нет, у нас есть, да, у нас есть дата, когда он был ранен. Нет, нету даты. Нету даты. Но он пережил. Примерно через тысячу лет. Но, да, мы знаем, что он не участвовал в штурме Терри. Да, он пережил события... Нет, он помогал гнать хаситов вокруг ужаса, все такое. То есть, он там... Ну, то есть, он пережил императора на... Ну, пережил на тысячу лет примерно, да. На тысячу лет примерно пережил. Понятно. Но все равно, девять вот туда... Ну, да, я офигеваю этих сроков. Что об Адон? Да у меня такой, у меня все время мира. Такой, что торопиться, парни? Сидим в оке ужаса, тусим. Надоест? Я знаю, куда съездим. Это тоже. Девять тысяч лет. Причем, смотри, он дал ему задание в двух этапах. Первый этап это собрать вот этот реквари, в котором лежит костюм. Особая, блядь, особая силовая броня, которая сможет вылечить и поддерживать жизнь смертельно раненого Геллимана. Он знал об этом. Я не знаю, как. Может быть, ему тоже Эльдар сказали. Это не уточняется. А второй этап неизвестен. Даже в третьей книге не говорится, что, блядь, такой второй этап. Ну, вот он привез этот реликварий с костюмом для Геллимана, который его вылечит и, типа, поднимет на ноги. Ну, и тут Эврейн объясняет, что, говорит, прошло слишком много времени, костюма не хватит. То есть Геллиману надо умереть. И тут ильтрамарины просто стволы поднимают все на эту тусовку, блядь, и хотят их расстрелять. Но они объясняют, что мы поможем, типа, воскресить, ну, вернуть к жизни Примарха. Ну, как бы она это... На самом деле она сказала как аллегорию. То есть убивать его буквально не надо. Один план охотнее другого. Ну, там она просто к чему говорит? Что надо снять стазис, чтобы, ну, как бы он мог переродиться. И они реально... Ну, то есть там намекаются на то, что Иниат дал часть своей энергии, блядь, чтобы пробудить Геллимана. Понимаешь, что сельдарский бог помог, блядь, в некромагии. По сути. Ну, то есть там... Там это напрямую не говорится, но намёк есть, что он помог, как бы, вот этим всем. Да, но это не точно. То есть там суть в том, ну, как бы напрямую не говорится, что помогают. Они помогли доставить реликварий. Это точно. Но помог ли он, как бы, энергии, непонятно. То есть может быть, может быть, нет. Ну, понятно, тебе неприятное. Ну, пиздец. Это, мягко говоря, блядь. Неприятно. Мягко говоря, что... На хрен тебе такой примар, который является просто порождением... Эльдарским зомби, блядь. Эльдарский зомби, да. В общем, тем временем там просто ещё попутно в книге рассказывается, что на Терри находят генокульт. Причём такой значительный, такой на несколько десятков тысяч, блядь, курдистов. Ну, генокурд. Культ генокрада. Баал осаждён. Ну, это тоже, опять же. Фенрис горит, это мы все знаем. И пока они там пиздят, в стену крепости, в смысле в стену храма врезается Тандерхок, сбитый, или ультрамариновский. И за ним влетает куча дропподов хаоситских, блядь. И там просто пиздец начинается замес прямо вокруг. Это где на Макраге? Да, блядь, в храме коррекции, ёпта. Понимаешь? Прямо там? Макраг же осаждён. Я говорю, империя, в храме врезается осаждён. И вот там начинается замес уже в храме коррекции прямо перед, блядь, гилем, который тусит в стазисе, блядь. То есть полный, короче, пиздец. И тут всё, времени нет. Белизариус толкает этот реликварий к нему. Ну и тут они начинают шаманить. То есть подбегают туда Эльдар, короче, начинают... Иврейн рубит, блядь, эти кабели стазиса. Там гилеман такой, нет, блядь. Ну, смотри, не гилеман, а колгар. Нет, зачем вы это сделали? Вы же убьёте примарха, блядь, полный пиздец. Она рубит эти кабели. Ну вот, что она имела в виду, да, то есть не буквально убить, вырубить кабель. Автор реликварий открывается, щепенье начинает обволакивать там, механо-дендрит обволакивает тело гилемана, начинает на нём же собирать костюм по кускам, там сваривать на нём эту броню. Вот прям, ну то есть вот, ну гилеман... Подожди, поверх его брони? Он же в бронесе есть? Нет, она срезается вся с ним реликварием. Реликварием всё сам делает. Ну то есть там, как робот, он начинает, срезается с него старую броню, надевает на него новую, в общем, прибывают подкрепления хаоса, там целая сотня влетает, и силы ультрамаринов в храме коррекции ещё это заканчивается, ну там пиздец, слишком много хасидов. Не называй ты храм коррекции, ведь запомнят же так. Ну ладно, ладно, это темпл оф коллекция. Класс коррекции. Гилеман реально же пускал, слюни следил, блядь, идиота, блядь, на продлёнки, блядь. Да, как привести к класс коррекции, но, короче, как? Храм коррекции, храм исправления, давайте так говорим. Храм исправления. Храм исправления. В общем, силы лоялистов в храме исправления начинают гаснуть, и тут, знаешь, вот там прямо написано, огоньки на автореликварии, которые были красные до этого, загораются, короче, зелёным, сбрасываются стенки этого автореликвария, он же его оплёл, как кокон весь, пока его собирал, короче, и тут Гилеман открывает глаза, блядь, и у него загорается в руках клинок императора, который был до этого погасший. Вот. И он, ну, то есть, он так оглядывает, буквальному секунду надо, чтобы оглядеть, понять, что происходит, он не узнаёт, естественно, ультрамаринов современных, он вообще, блядь, ничего не узнаёт, полный пиздец, то есть, и он начинает врубаться в хаоситов, просто прыгает, и начинает их пороть, блядь, с криком там, с яростным, в общем, там очень смешной момент, когда только пробуждается Гилеман, один из хорнатов, берсерков такой, вааа, прыгает, значит, на Гилемана, вот, тот его, естественно, ломает, как тряпичную куклу уже, по традиции нашего подкаста, буду говорить, и он, в общем, начинает пороть этих хаоситов, в храме сурово там, берёт под командование сразу всех лоялистов, в общем, они побеждают, в храме, и крепость Геры, ну, вот, которая построена вокруг храма, коррекция, это штаб ультрамаринов, он за три часа очищает полностью от вторжения, то есть, он приходит в штаб, начинает командовать, в общем, тем временем, в Варпе, Фулгрим, Магнус, Мортарион, и все боги хаоса, отдельные планы замышляют, как убить Гелемана, они знают, что он начнутся. Нифига себе собрался, представительный Конклавто, вся тусовка. Нет, они все по отдельности это решают делать. то есть, Фулгрим отдельно, Магнус отдельно, Мортарион, и боги хаоса, Я так думал, что они наконец-то такие, протушки встретились, наконец-то, давно не виделись, вот у нас повод. Так, значит... То есть, они все поняли, они быстро им сообщили. Да, да, ну, так как это произошло на фоне, ну, они почувствовали это, так как это произошло на фоне того, что Катя это пизданулась, варп-шторма везде горят, жестко, то есть, варп-шторма мощности сравнимы с длинной ночью, вот когда было, это между темной эпохой технологии и эпохой Империум, то есть, полный пиздец. Гельман, в общем, там, еще через, там, сколько-то, там, через то ли неделю, то ли через месяц он полностью освобождает Ультрамар отторжения хаоса, в общем, ну, они как бы побеждают в Ультрамаре, можно сказать, почти побеждают. Все ключевые планеты освобождены, и у Ультрамарины идут в контратаку. И вот, там, буквально после недели, наверное, беспрерывных боев, то есть, Гельман не спал, не ел, ничего, только воевал неделю. И вот он, ну, выдалась спокойная минутка, когда он сначала всех выслушал, вот, всех этих героев, там, Селестину, он отдельно у всеми аудиенции устроил, с Белизайриусом поговорил, которому он дал это задание, со всеми, блядь, с Еврейн поговорил, с Визархом, с, блядь, в общем, с этими Эльдарами там, поговорил со всеми, с Гелеманом, ой, с Калгаром поговорил. И он остается один, впервые, блядь, с момента пробуждения, и у него начинается депрессуха, дичайшая, и он отчаивается, он смотрит, как бы, на то, что стало с Империумом, он же выслушивает все, что Экклезиархия появилась, блядь, там, Инквизиция, в общем, полный пиздец, он такой, блядь, мы всех подвели, я, типа, отец, мы подвели тебя, ты подвел нас, он прям так и говорит, ты нас подвел, а мы их подвели, полный, он говорит, лучше бы, блядь, Хорус нас всех захуярил, он так и сказал, лучше бы все это сгорело в амбиции предательства Хоруса. Неплохо. Да, у Гельмана, для Примарха, откровенность такая, и слабость, можно сказать. Ну да, такой человеческий момент у Гельмана, и Гельман, в общем, что его, можно сказать, спасает, он смотрит на современных ультрамаринов, вдохновляет, да, смотрит на современных ультрамаринов и на современное человечество, и он понимает, что у него нет права быть слабым, потому что они же выросли, то есть он происходит из времен, когда все вот эти высокие идеалы были реальными, то есть там просвещение, там равенство, блядь, жизнь, свободу, имперские истины, вот свет имперской истины, он-то это все помнит, когда это все работало, а они этого даже не видели, и они все равно продолжают сражаться, спасая империю, он там, блядь, дохнут просто, и не видят конца и края, вообще не видели никогда этого света, и он такой, блядь, я, говорит, не могу их подвести, если уж они тащат, то я тоже должен тащить, и он такой, все, блядь, нахуй, блядь, летим на Теру, короче, империум секундус, закрываем аэропорты, нет, он такой, все, никаких больше империум секундус, мы летим на Теру, он оставляет колгар в качестве своего, своей правой, наместника, тигурия, короче, значит, ай, берет с собой тигурия, ну, то есть, колгар остается командовать освобождением ультрамара, он берет тигурия, Триумвират Империум, как раз, ну, инквизиторшу, Пола и Селестину с собой, вот, и, говорит, все, мы, когда появится еще один персонаж, Триумвирата, подожди, подожди, Шейди, да, с ним же Вольдус, этот серый рыфар еще будет, сейчас, да, самый Шейди, персонаж, тем временем, тем временем, родная планета Белых Шрамов, Чагурец, сожжена красными корсарами, они там отсылают, отсылают сигнал тревоги по всей галактике, отзывая назад капитанов, которые на Великой Охоте воюют, в общем, отсылают звать назад. Макрак освобожден, полностью, и перед тем, как улететь на Землю, Гелеман, ну, то есть, правители, гражданские правители Ультрамара просят устроить парад, в честь победы, чтобы поднять моральный дух, ну, Гелеман не хочет тратить имя, но он понимает важность пропагандистских целей, и он соглашается на этот парад, и там огромный парад на Макраге устраивается, архконсул, который правит Макрагом, ну, граждан, включительно, Макраг, он приносит ему дар, золотой, золотой венок Гелеману, подает ему этот Гелеман, короче, Гелеман надевает его, и он начинает видеть свое величие в будущем, и достижения которых он, подвиги там, великие стрижения, которые он достигнет, и он говорит, вот, я, блядь, уничтожу хаос, как поганых псов, да я выведу человечество, блядь, на новые, и он понимает, что он отравлен хаосом, венок, сбрасывает его, короче говоря, с головы, и оказывается, что архконсул, вселилась часть фулгрима, да, то есть, все это время, блядь, там, да, да, понимаешь, фулгрим приглядывал, короче, за Гелеманом, прикинь, а вот, и он говорит, ну, фулгрим как бы сильно расстроенный тем, что его план провалился, фулгрим именно, фулгрим, именно фулгрим, да, фулгрим правил гражданской частью, макрага, ох, там там же типа вечеринки-то были, неизвестно сколько он, неизвестно сколько, ну да, возможно, скорее всего, после пробуждения, да, архконсул просто сам скарабкался, может, Скаран хуй его знает, в общем, но суть в том, что через него говорил сам фулгрим, через этого архконсу, он говорит, теперь ты никогда не сможешь радоваться своим победам, пидор, в общем, ну, тот ему сказал, сам посмотри на себя, кто пидор еще, в общем, убили этого, естественно, архконсула, и, но, то есть, слова, последние слова фулгрима, от этого арконсула сели в сердце Гелемана. Сказано, что он запомнил, что он никогда не сможет радоваться победам. Тем временем, ультрамар огромная, блядь, зона. Решили немножко все-таки принизить его величие, потому что иначе бы, ну, это было бы конечно, ну, это невероятной мощности фигура, которую невозможно было бы остановить вообще. Ну да. Его нужно было немножечко действительно очеловечить и дать какую-то слабость ему. Да, горчинку да, да, да. Чтобы все-таки не превращать его в ультра-терминатора не в плане даже Вархаммера, а терминатора в плане уничтожителя вселенского. Да, ультрамар в общем ну, огромная это огромный театр боевых действий. Хаоситы прут, 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 прут. Прибывают подкрепление из Эмпериума. Медом на масло, что ли. Да, но они пытаются Гелемана завалить все. И Гелеман издает один из первых эдиктов ультрамаринга. Это эпоха войны, а не эпоха изучения. И запечатывает великую великую библиотеку Птоломея. Ну, значит, Птолмея это, типа, можно сказать, вторая крутая самая библиотека после того, что было... Птолемея, на самом деле. Ну, Птолемея, да, да. После того, что было наутыщенников. В общем, он и закрывает. На Проспера. Да, строит стратегиум ультра на Макраге, блядь. Где-то вот момент ариман такой. Плачет. Да ёб твою мать, блядь. Все библиотеки закрыли. Читательский билет. Да. Стратегиум ультра строит огромный командный штаб на Макраге. Семь месяцев сражается. Это, подожди, это после того, как он решил... После... Ну, то есть, он Макраг освободил ключевые планеты вокруг него. Лететь на землю? Да, 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 да. Что-то он решил задержаться, что ли? Ну, там все в том, что он сказал, что когда мы освободим более-менее ультрамар, мы полетим на землю. То есть, это у него план. А не вот прям сейчас улетает. Да. Семь месяцев войны. Во время этих месяцев войны, короче, Нургл придумывает интересную наебку для имперцев и посылает чуму очень характерную, которая заставляет смертных солдат, причем это не работает практически на сестер битвы и вообще не работает на Астартес, обычные, то есть, обычные гражданские солдаты имперской гвардии. У них, короче, глаза вытекают от слез. Они плачут кровавые слезы, у них глаза вытекают в итоге. И суть в том, что, ну, Геллиман как бы пытается выяснить, в чем дело, потому что там, ну, то есть, колоссальных масштабов эта эпидемия достигает. И когда он прилетает на планету, где вот разбит как раз полевой лагерь этих плачущих солдат, там, ну, даже у Геллимана... То есть, он подходит к палатке длинной, где лежат вот эти с вытекающими глазами гвардейцы, они там плачут, орут, короче, стоят на помощи. И даже у Геллимана холодный, холодок пробегает по спине, когда он слышит вот эти вот крики, блядь, этих мучеников. И как только он туда входит, они перестают плакать слезами, у некоторых даже глаза видеть начинают. То есть, это, короче, хитрая наебка Нургла, чтобы он оставался в Ультрамаре. То есть, когда он рядом, болезнь проходит. Как только он уходит оттуда, она опять начинает, короче, работать. И он такой, нет, ты меня не наебешь, Нургл, мы тебя нахуй, короче, не буду я оставаться. Он оставляет часть Апотекариона решать задачу, типа, ищите там. Он подряжает на это дело жрецов Экклезиархии, которых он не очень любит, и своих Апотекарев, чтобы они искали лекарства. Но там, он понимает, что это вопрос веры. Если ты веришь, то тебе похуй. То есть, Спейсмарина, они верят им, похуй. Сестры верят им, похуй. А обычно гвардейцы, ну, не все настолько верующие. Ну, Спейсмарины, знаешь ли, тоже. Да, ну, в общем, все. Вот теперь, когда более-менее они освободили, это все, Гелеман отправляется на Теру, оставляет Калгара и Тегурия командовать, там, обороной Ультрамара. Тем временем, основная часть, ну, то есть, в общем, ну, как не основная часть, а все эти Эльдары улетают в Казианский сектор спасать оставшиеся пилоны, которые еще есть на других планетах соседних. Вот. А зачем, если уже все? Ну, суть в том, что их же еще можно активировать, там не все были активированы, только вокруг Каде, а там же вокруг Каде еще другие есть планеты, чуть дальше. И это единственный способ держать, то можно сдержать. Можно сдержать. Можно сдержать, да. Хотя бы в каком-то моменте. И они улетают туда, ну, и плюс у них же в Оке-Ужасе еще мечи лежат. Им надо мечи доставать, у них как бы двойной класс. А, это все, это вот эта шайка-лейка. Ну, и Нари, ну, и перерожденные, да. Да, но теперь от них отсоединяется, соответственно, вся людская часть, и теперь шайка-лейка только Эльдарская. Только Эльдарская. Нет, собственно, в том дело, люди отправляются на Терру, а эти летят, все Эльдары в Оке-Ужасе летят. Я говорю, в Оке-Ужасе отправляется только Эльдарская вот эта вот секта. Причем, короче, эмиссарка Иняда говорит, Гелеману не снимать броню, никогда. Все хочет жить. И Гелеман постоянно чувствует боль какую-то страшную. То есть вот он, ему всегда больно, блядь. Понимаешь, ему больно жить. Вот, значит, соответственно, огромный флот Гелемана отправляется на Терру, попадает в Варпшторм, их перехватывает Магнус Рыжий, который берет их и кидает в Мейлстром. Это вот где как раз Красные Корсары обитают. А там, ну, это после Оке-Ужаса это второй самый большой вот Варпшторм, блядь, в Галактике. Ну да. Вот. И там, в общем, пиздец. Они летают по Мейлстрому, у них уже начинает кончаться, блядь, начинает кончаться провизия. Настолько все плохо у этого флота, что они нападают на крепости Красных Корсаров, лутают у них патроны и еду. Понимаешь, у крепостей Красных Корсаров, что просто, блядь, выжить, короче. А вот, тем временем, демоны, блядь, постоянно приходят в видениях Гелеману, там, его всячески пытаются изнасиловать, блядь. И он не знает, куда лететь. Они вообще потеряны просто. Китаются не знают. У Памылстрова нет карты, а Астромикан там не видно, неизвестно полететь. И тут появляется какое-то введение какого-то Эльдара, который говорит, что надо лететь на мир, который окутан цепями. Так, стоп. Введение какого-то Эльдара. То есть Эльдары остались на флоте? Нет, введение. Пошло введение Гелеману от Эльдар. Введение Эльдар. Да, какой-то Эльдар послал введение, что вот вы можете так-то полететь. За углом здесь, чувак. Углом. И в общем, там мир окованный цепями. В чем прикол? Представляете, мир, планета, вокруг которой, вот ты помнишь Масс-эффект 2, на чем закончился? Там вот куча дохлых кораблей вокруг планеты. Вот то же самое, только они цепями все скованы, короче, с собой. Они должны лететь туда. Искусственный Халк такой. Искусственный Халк. Они летят через вот это кладбище кораблей, оказывается, что на некоторых кораблях тусят Корсары. Начинается замес. Дичайший. В общем, на флагман Геллимана прыгает Кайрис Фейд Вивер. Это великий демон Винча, блядь, двухголовый. В общем, колдует устрашающее, блядь, какое-то заклинание, которое заставляет силой собственных сомнений и грусти, в общем, Геллимана его приковать, блядь, к палубе, блядь. Он просто падает, короче, прикованный своей. Ну, то есть, ну, в общем, волшебство. Я так скажу, магия, блядь. Магия, в общем, сковывает Геллимана. Сомнения у примарков, господи. Да чего мы просто... Соответственно, и заставляет сдаться остатки сил, говоря, что я сейчас убью вашего примарка. Они все сдаются. Вот, то есть, флот захвачен, полный пиздец, но попутно, блядь, во второй книге я про Скорбранта забыл рассказать. Скорбрант это великий демон Хорна, изгнанный, который настолько охуел, что он на Хорну, блядь, топор поднял. Его вы изгнали нахер. В общем, он участвует как во второй книге, ну, это мы опустим, там у него не такая уж важная роль. Но он, в общем, обиженный очень, блядь, на то, что он не смог нормально повоевать во второй книге, прилетает, ну, то есть, узнает, где Кайрос держит Геллимана и хочет дать пизды и Кайросу, и Геллиману, короче, прилетает туда и начинается замес между Хорнатами и Денщитами, то есть, которые держат вот в плену как раз. Ну, понятно, за добычу. За добычу, да. Ну, за такую добычу можно и, да. Да, они между собой начинают пиздиться. Тем временем в темнице Сырой там лежат вот эта вся, вот эта, то есть, блядь, там Инквизиторша, этот Серый Рыцарь, в общем, Селестина, Геллиман, в общем, лежат в этой темнице Сырой. Им на помощь приходят Орликины и Сайфер с темными ангелами, ну, с падшими, короче. Вот. Это ультраинтересный момент, который многим хотелось бы прояснить. Он заходит, значит, в камеру. Уже неплохо, в принципе. Ксеносы и, простите меня, Сайфер, это предводитель Фолинов, так называемый. Фолинов, да, да. То есть, падшие темные ангелы, которые регистрируются в Империуме как хаоситы. Да, так и есть. А, собственно, их кровные братья, простые темные ангелы, готовы бросать все свои дела и лететь через галактику, если они где-то получили известие о Фолине. А если уж известие о Сайфере, то, мне кажется, там движется весь флот. Так, и тут у нас... Сайфер предлагает, соответственно, сделку Геллиману. Он говорит, что, говорит, смотри, я тебя сейчас выпущу, но ты меня на Теру отвезешь. А Геллиман говорит, у меня, что, говорит, есть выбор, окей. Соглашается на это. Соответственно, они освобождают часть этих Астартов, пленных там, сестер, ну, кто там был, в общем, спасают. Смотрите, а что в это время делают? Хаоситы ебашутся между собой, ебашутся, они заняты. Вот, соответственно, ну, они же захвачены, получается, на своих собственных кораблях, как бы, и они, ну, тут же берут корабли под контроль и начинают съебывать, ну, имперцы, в смысле. А вот, ну, там, часть кораблей пытается съебаться, в общем, у них ничего не получается. И Геллиман решает, что надо ввести, то есть, Олегин, таки, есть еще один способ, мы вас через Webway проведем. Пойдемте, мы тут знаем портал. Они их начинают уводить, вот тут сейчас начинается, в общем, Геллиман будет дуэлиться со всей хуйней. Внимание, с Кайрисом подуэлился, выхватил, потом у него начинается дуэль перед воротами Webway, он дерется с Карбрандом, вот с этим самым великим, блядь, хорницким демоном, да. В общем, победить он его как бы не может, у них там очень суровая дуэль, он ломает мост под ним и убегает просто. В общем, пока что, блядь, Геллиман 0, Хаус 2, по сути. В общем, это битва с Баларгом на мосту. Да, это еще не все, блядь. Внимание, они через Эльдары, через Webway, выводят остатки вот этого крестового похода Геллимана на Луну. Прям у Терры, блядь, прикинь, у них там, даже там Webway есть. Они их выводят туда и тут... Ну, если на Земле был Webway, почему бы не быть на Луне? Ну, не, на Земле как бы, ну да, на Земле он, да, под, прям по дворцу. Угу. Так. Соответственно, выводят остатки вот этого... Ну, то есть, ну, там остатки, надо понимать, там танки, блядь, вся хуйня, то есть, идут по Webway, как бы, и у Геллимана вылезает остатки их крестового похода на Луну, и тут за ними выходит Магнус со всем легионом тысячи сынов и, блядь, ебаной толпой зенчинских демонов на Луну, блядь. То есть, у них в кратере начинается совершенно пиздецовая дуэль между Геллиманом и Магнусом, и у них там такой интересный достаточно диалог происходит, но я не буду вам его спойлить, вам лучше реально прочитать книжку. Ну, там, во-первых, но Магнус тоже пришел исключительно ради какой-то мести, ради какого-то... Вот там не совсем понятно, у Магнус как-то очень загадочно там описывается его мотивация, то есть, не совсем понятно, зачем он это делает. Ну, вот он приходит драться с Геллиманом, и у них начинается, блядь, суровая заруба, то есть, ну, соответственно, имперские войска... Ну, что мы знаем, что Магнус в целом как рукопашник... Он не самый крутой, но он же теперь демон-примарх, понимаешь, он теперь необычный воин, а он теперь демон-примарх, он круче Геллимана, и это в книге описывается, что он реально Геллиману дает просраться. А вот... Хаос Геллиман 3.0, что ли, сейчас будет? Ну, по сути, по сути, но это же, блядь, у Терры происходит, и тут начинают золотые челноки приземляться на Луну, оттуда выбегают сестры Тишины, которые, блядь, считались исчезнувшими 10 тысяч лет со времен Ереси Хоруса, они как бы кольцом окружают Геллимана, и, соответственно, варп силы Магнуса не работают, это же Налы психические, сестры Тишины, он как бы все... Подожди, что они исчезли, когда они вроде... Ну, считалось, что они как бы... То, что пустотные, то оставают... Ну, блин, у каждого инквизитора по выводку такие. Как раз для этих целей. Нет, это не сестры Тишины, это просто Налы, а тут именно боевой орден Налов. Серьезнее все, намного. Которые были во время Ереси Хоруса, ну, лысые такие, бабы, в общем, суровые. И кустодесы прилетают на помощь. То есть, начинают помогать биться... Недалеко ехать. Да, да, они прям с земли, они начинают помогать биться с Магнусом. И, в общем, но все равно даже в таком состоянии, то есть, лишенный большинства своих пси-способностей, Магнус очень могучий воин, и он как бы дает просраться ебашь-то кустодес, сестер раскидывает, гелеман ранен очень сильно, то есть, там, еле живой вообще. Он же в него там куском корабля кидает, куском тандерхока в этот гелеман, ломает ему кучу ребер, то есть, там, все сурово. В общем... Встретились братья после долгой разлуки. Да, и на самом деле, вот только совместные усилия кустодес, сестер тишины, гелемана, остатки вот этого крестового похода, и Эльдар, который ломает этот веб-вей и засасывает туда просто и этого, и Магнуса, и остатки Тысячников, вот они, блядь, поворачивают бой вспять. То есть, вот. И теперь, соответственно, тут же эти кустодес такие, мы готовы вас проискортировать, то есть, они вообще не задают вопросов, то есть, такое ощущение, как будто их прям послали целенаправленно, блядь, гелемана забрать на Терру, то есть, возможно, сам император, то есть, намекается на то, что они беспрекословно просто окружают его кольцом оборонителем, как бы, гелемана, и ведут его на щелнок. Ну, то есть, не ведут, а эскортируют, типа, столько видений было и прочего, тут уже, мне кажется, довольно очевидно. Гелеман возвращается на Терру, его ведут в дворец к отцу, в тронный зал, в общем, с ним идет Сайфер, естественно, и он хочет тоже попасть на аудиенцию, как бы, и тут, вот это вот естественно, и тут, и тут внимание на Гелемана находит, блядь, и он вспоминает, что это за клинок, он говорит, я не допущу, говорит, тебя, в присутствии отца с этим проклятым клинком, уебывай нахуй, арестовать его, короче, и, в общем, кустодесы прибегают и арестовывают Сайфера и его всех этих фоллинов, которые помогали как бы биться вообще так, если что, помогали, блядь, выживать, и засовывают в какую-то самую суровую тюряшку на Террис, в которой никто никогда не убегал за всю там ее десятитысячелетнюю историю, блядь, Сайфер сбегает через два часа оттуда, он сбегает всегда. Так, он оставил фоллинов, получается, там, или с фоллинов? Ну, про фоллинов ничего не говорят, но... Потому что, если темные ангелы узнают, они же поехавшие. хуй их знает. В общем, получилось, что получилось. Так. Блин. Ну, короче, техно-жрецы, причем прибегает кол, туда, к воротам тронной комнаты, и выходит какой-то старший механик, который отвечает за обслуживание трона техническое. Они там что-то перешептываются. Представляю, инженер. Вот они между собой что-то перешептываются, непонятно о чем. Гелеман заходит в тронную комнату, проводит там сутки, выходит оттуда, говорит, что я получил все просветление, которое мне нужно. Он объявляет себя лордом-командером Империума и говорит следующие вещи. На этом книга заканчивается. Так. Он говорит, мы, говорит, не будем прятаться за стенами терры и ждать, пока враги человечества принесут дверь... Принесут дверь... Извините. Давай еще раз один дубль. Рабун Гелеман клянется, что он не будет прятаться за стенами терры и ждать, пока враги человечества принесут смерть к дверям, блядь, дворца. Человечество выступит вперед навстречу хаоса, блядь, и будет биться с ними среди звезд во имя Императора, короче, так, как всегда и должны были сражаться. Империум соединиться воедино еще раз перед лицом полного уничтожения и, в общем, но в этот раз мы прятаться не будем, мы выйдем навстречу мутанту, еретику, пришельцу и, блядь, предателю нахуй. Ты понял, блядь? Особенно при пришельце смешно. При пришельце? Да, да, да. То есть, опять провозгласил все эти, значит, ксенофобские, в общем-то, постулаты, и тут же, знаешь, надо было достать Орликина, перерезать ему горло. В общем, в общем, человечество, как всегда. Гелеман, ну к чему, ладно, там еще, подожди, я не успел. Гелеман отдает приказ все заводы запустить на максимум, то есть, там всех, блядь, призвать, кого можно, только кого нельзя, блядь. И все-таки проснулся на наши головы. И начинает новый великий крестовый поход. И... Да, я встал. Да, вот. И, соответственно, и вот в самой последней строчке, говорит, наступает новая темная эпоха, говорит, и... которая будет раздирать Империум в бесконечных огнях бесконечной войны, но Империум ответит. То есть, вот, блядь, кадет стоит, ты понимаешь? Понятно. Далеком будущем. Слушай, подожди. Это вот все? Это вот на этом заканчивается? Да, все, больше мне нечего сказать. Так, то есть, мы не знаем, какие мотивы были у Сайфера. Непонятно. Вообще непонятно, что это было. Было ли было клинок до... Было ли, было ли, был ли намек, что он... А, налейка. Потом уже, блядь, 2,40. Ну да. Слушай, я думаю, что дели... Ну, короче, на два дели. Ну, тупо, вместо одного-два, нет? Или... Нет, я там сделаю. Я доплачу. Мне просто кажется, что на два и заебись. Не, нормально, я доплачу. Ну да. Короче, все, продолжим. Да. Подай, пожалуйста, присуши, что-то встал. Хорошо. Ага, спасибо. Ну, то есть, Тинни показал, что есть намек, что он собирается убить императора. Это был такой дико, тонко продуманный ход. Более тонкая многоходовочка, чем у Абадона, например. Непонятно. Непонятно, да? Галиман узнал, он сказал, что это проклятый клинок, я тебя, типа, с ним к отцу не допущу. Что это за клинок? Окей, но при этом мы видим миниатюрку, ну, вот эта вот композиция так называемая, которая была представлена во время. Да, что Сайфер действительно с клинком на спине с каким-то большим, причем, который больше, чем для обычного стартуса, возможно, это клинок льва. С клинком и плюс, нет, самое главное это то, что он воюет на стране Галимана. И то есть, получается, что, в принципе, такой армии ты можешь играть. Да, то есть, там суть в том, что ты можешь, там дают правила на Фоллинов, дают правила на Сайфер, ты можешь им играть. Они могут как за Империум играть, так и за Хаос. Там правила и для тех, и для тех есть, да. То есть, они могут... Мне кажется, спойлер. Ну, в общем, непонятно, да. Ну, то есть, они в любом случае на доске, на поле, они все равно Хаоситы. Ну, то есть... Ну, как бы они фольны, там непонятно, Хаоситы они или нет. То есть, в книжке в самой там описано... в правилах, да. В правилах они могут использоваться как за Хаоситов, так и за Империум. Понятно. Все только усложнили. Да, то есть, тут одни загадки, больше вопросов, чем ответов. И там описано, там нарисованы разные фолины, и... Просто есть такая теория. Про них есть короткие сноски, что какой-то, блядь, Хаосит там конченый, какой-то хочет убить всех имперцев, кто-то ищет искупление, блядь, кто-то не помнит, как его зовут. И там, конечно, такая каша намешана. Хуй поймешь вообще этих уродов. Вот так, настолько все сурово, понимаешь? Ну, понятно. Просто есть, сразу же появилась, естественно, теория, которую мы многие развенчали сегодня. Но, тем не менее, что Сайферы и Фолины это как раз-таки настоящие темные ангелы, а те, которые существуют сейчас, давно скоробчены и, в общем-то, самые, что ни на есть, Хаосит и есть. С чего ты взял? Это теория безумная. Ну, потому что Сайфер появляется за ручку с Робаутом. этому нужно срочное объяснение и люди готовы поверить во все, что угодно, что Сайфер, на самом деле, это последний лоялист. Херово, короче, знает, это непонятно, но вот имеем, что имеем, это вот вкратце событие. Но пока, на самом деле, на это уже ушло два с половиной часа. Я понимаю, да, но пока, на самом деле, звучит, как действительно попытка убить императора и и Сайфера подсадили к Гелеману только для того, чтобы мы задавались вопросами. Да, что мы задавались вопросами и орали от того, что мы видим их вместе на картинке, а по сути, по большому счету, это была авантюра. Ну, в общем, да, я не знаю, есть ли, блядь, резонты анализировать, мне кажется, сами все выводы для себя сделают. Давай по-быстрому перейдем к вопросам, как у нас остался не такой выпуск, потому что большой получился. Сестра, принеси молитву голосу императора. Ладно, поехали, значит, давайте поблагодарим, во-первых, людей, которые донатили Bad Motherfucker Тимлев. Если бы император сделал армармастером не Хоруса, а Рабута, то кого бы эритики пытались переманить на сторону Хаоса, Рабута или Хоруса? Это спрашивает Тимлев, как ты думаешь? Мне кажется, что мы отвечали на этот вопрос во время стрима, и я, собственно, кратко повторю, что Хорус просто бы стартовал свою верес гораздо раньше, потому что он впал бы в зависть, ярость и во все пороки, а как мы знаем, Хаос очень любит их использовать. Хорус был слишком чистолюбив, чтобы просто простить это, поэтому, мне кажется, меньше Хаос бы потратил бы сил даже для того, чтобы заставить Хоруса пойти против братьев. Ну да. Значит, Эфириал 124, спасибо, Миронзе, не голос это, на голос это не на диван, а респект мужики говорит, но это что-то к тебе какое-то. А, ну это да, ну то есть мы и все так и использовали. Голиакберов, ой, ты знаешь, как я пизда в фамилии читаю, да? Голиакберов, Игорь, респект парня за продвижение настольных игр, в Архаммер не играю, но вас слушаю товарищем, пожалуйста. Да, спасибо. Сергей, значит, большое спасибо, что вернулись, скажите свое мнение, последнее изменение в Ахикаде, ну это мы рассказали только что, значит, Камток, просто донат прислал, спасибо, Гиммлер, смерть слугам живого бога, Александр Боятевич за возрождение голоса, Гиммлер, Захорна, Кобыльников, жгите, говорит, Александр Сидор увидел название голоса императора, кончил, вопрос про кавахангелов, с ними в последних событиях, ничего интересного, потому что балл горит, блядь, ну в смысле, осажден пиздец, тиранидой, полный пиздец, то есть, в общем, жопа, большое добро, спасибо большое, Galaxy Beaver, Космониссанта, ножи зы его на трон, говорит, Galaxy Beaver, Иосиф Сталин, подождите, космониссантов используют и хаоситы, мне как раз больно смотреть на то, что последние современные хаоситы играют без космодисантников, армия, космодисантников Назуева, трон на ножи, ножи на трон, да, Иосиф Сталин, приветствую, очень рад, что голос императора вернулся, товарищ Сталин очень скучал, мои вопросы, есть ли какие-то постоянные государственные образования у орков, есть ли какая-то стоящая литература по зеленым, могут ли орков по боку сделать, прочитай, блядь, как же он, The Beast Rises серия книг, и могут ли орков... Это от имени орков именно? Ну там нет, там просто из-за орков, из-за имперцев, там за всех. Могут ли орков по боку сделать в будущем более организованным? Нет, они как бы не могут быть таким, мне кажется. Ну а главное, зачем, мне кажется, с орками, как раз-то, мне кажется, более все так классно и сбалансировано, на мой взгляд. То есть они ведут себя по-панковски, и это как раз-то это весело. Значит, спасибо большое, Михаил, Dreamus, привет, Шон, Виктор, спасибо за стримы. Вопрос мог пропустить, но никогда не слышал от Шона мнения о вольных торговцах и как системе Dark Heresy, как Elementor Back, еще раз спасибо. Блин, Dark Heresy, ну вернее, есть Rogue Trader, система, такая же, как Dark Heresy и Eternal Crusade и Only War, и это все круто, я очень люблю Rogue Traders, они крутые. Ясио, спасибо большое, боженька, стоит ли покупать Dove 3, блядь. Не знаю. Я купил, потому что мне, я должен. Ну, а мне буквально через неделю пришлют ревью-ключ, поскольку я играю журналист. Не знаю, слушайте наши дальнейшие выступления, и, соответственно, Шон что-то расскажет, что-то я на нашем сайте. пришла эту игру поэту. Ну да, я просто уже заранее буду знать, я, может быть, как-то намекну, хотя наверняка там будет конский индей, вот, но в целом, еще раз говорю, я скорее жду, Шон скорее нет. Вот так. Не судьба, спасибо большое, резко. Шон возродился, голос императора, какие жили. Вопрос. Эльдары шестерки империйный, хитрый план эльф. Ну, блядь, это вынужденная мера, мы как-то отвечали на стриме, что это вынужденная мера, и, в общем, они хотят выжить, и имперцы нужны, чтобы выжить. Да, и давайте просто не обобщать теперь. Да. Мы слышали финальную речь, финальную речь Гельмана, где, собственно, он повторил все те же ксенофобские тезисы, и плюс не все Эльдары приветствуют этот союз. Поэтому это реально конкретные Эльдары, конкретные люди. В целом, мне кажется, статус-кво пока. Сергей Ковшанов или Сергей Ковшанов, не знаю, что опаснее, хаос или тираниды? Мы на это отвечали. Тоже отвечали. Да, я считаю, что тираниды считают, что... Я считаю, что хаос. Комиссар Мрия, спасибо большое. Монтара Буска, спасибо. Мамочка Смурф, Эльдары, даже Некроны ступят валяться империуму, что думаете, спасибо. Есть случаи, что Эльдары... Ну, короче, во-первых, про Некронов ничего не понятно, там вообще про них ничего нет. Один Тразин, и он тоже как бы знанием считает сам. Да, его никто особо не любит. А вот Альянсы у Империума с Эльдар уже факт. Ну, у перерожденных, у субфракции Эльдар. Значит, ура! 5 тысяч рублей человек прислал 100 рублей и сказал ура, отвратительный голос императора с аналитического дивана. Ну, тоже какая-то там твоя тема. Ну, да. I'm Phoenix, спасибо. Dancer with Sword of Emperor. Император. Харконан, давно пора вернуть голос. Платун, дабы вновь император подал голос. Буржуй, спасибо тебе большое. Евгений Бучий, как Death Watch воспринял Альянс с Эльдарами и Некронами. А, блядь, про них ничего не говорит, никто их не спрашивал, а я думаю, что они не знают, и мы об этом можем узнать. Давайте, нет, там на самом деле спрашивать надо не так, не как Death Watch воспринял, а как Инквизиция, как Инквизиция, поскольку Death Watch это инструмент Инквизиции. Я думаю, что, ребят, Инквизиция, опять же, зависит от... Может расколоться тоже. Это раз. Зависит от разных течений Инквизиторов, потому что давайте, опять же, вспомним, что многие Инквизиторы с Эльдарами якшались еще черт знает когда, поэтому некоторые Инквизиторы смотрят на это сквозь пальцы, а некоторые Инквизиторы откроют огонь, что называется, прямо на поражение. Я думаю, что все может очень, там может сепаратизм такого окончаться. Но Орда Ксенос, Орда Ксенос, я думаю, что будет стоять до последнего. Ну, может быть. Фанат Тысячи Сынов. Папа Смурф вернулся и голос Императора должен вернуться. Прекрасно. Ну и да, с этого начали. Арлис, а что думаете об угрозе Некронов? Я думаю, они не менее опасны Тиранидов, Хасидов. Или можно не беспокоиться о галактике мертвецов? И как думаете, какой все-таки может быть финал в этой Срока Тысячной войны? Ну, это настолько вот пальцем в небо как бы угроза Некронов, ну, блядь. Я не знаю, вот как только они начали разговаривать и стали, в общем-то, такими человечными... С ними как-то и поговориться можно. На самом деле, несколько пунктов вот такого ужаса перед ними реально пропало, потому что раньше это была неведомая сила, которая просто пробуждалась и уничтожала всю планету, и ты не понимал, за что, сука? Ладно, Тираниды, ладно, Орки, ну, ладно, Хасид, но вы-то, вам-то, что надо-то? Вот. Это было ужасно, это было внезапно, и никто не знал, как это остановить и когда это происходит. Некроны, мне кажется, стали более мягкотелыми для меня. Я согласен, я согласен. Но тем более, у них как бы основной таск у большинства некронов, во всяком случае, это найти тела для биопереноса, чтобы снова стать живыми, а не заебали быть машинами. Они хотят снова стать биологическими формами. Ну, то есть, видишь, они против своего естества, которое как раз-то вызывало у всех ужас, и они... То есть, получается, их пожалеть надо. Да, да, да. Dead Motherfucker, почему Император не клонирует? Кто же его клонирует? Он настолько хитрый вообще, блядь, венец. Подступи к нему, да, клонировать собрался. Настолько хитрый венец, да, ну, как бы, я думаю, что не хватит знаний, просто, чтобы его клонировать. Dark Angel, что ты думаешь о новой Минке Сайфера, блядь? А про то, что ему оставили Star Press, значит, про Минка Сайфера. Минка Сайфера, я считаю, что после самого Гелемана в Триумвирате она лучшая, потому что он выглядит реально как смесь, блядь, Бэтмена, Редхуда из DC, знаешь, И Доктор Дума. И Доктор Дума. Он, блядь, пиздатый вообще. Очень крутой. Вот, очень крутая поза и Минка шикарная. По столам спасибо. Алка пишет. Почему только пацанам спасибо? Голосым на голос. Девочка вот нам прислала кафарик, благодарит. Не только пацанам спасибо. Девочка Алла поддержала нас. Прямо, я сейчас посмотрел на Витя, у нее такая милая улыбка на лице. Вот вы сейчас не видите, но он прям так... Это же известная задротская вселенная, поэтому, мне кажется, там любое появление как-то женщины, понимает в этом и зачем ты это слушаешь. Еще и косарик нам был. Это сенсация, конечно. Хотя, Орден Святой Селестины как бы говорит нам, что давайте, женщины, объединяйтесь. Нас поддерживает житель Империума. Спасибо большое. Шептаев, императора. Платун. Хотим с товарищем взять стартовик с Рокатычника, а нигде в городе нет. Может, подскажешь, где взять? Ну, блин, гналгудорг.рубери. Фанат 1000 санов снова МВ. Шон, а может, заведешь Патреон, позволит собирать деньги на проект ежемесячный вне рамок стрима? Не знаю, не уверен. Меня пока устраивает все как есть. Значит, Одиночество. Спасибо большое. Одиночество у нас. Самый крупный донатер этого проекта. 10 тысяч прислал на голос Императора. И пусть галактик горит в огне. Спасибо тебе, Одиночество. Понятно его. Фракционная принадлежность. Да. Михеус. Мои 5 копеек на выпуск голос Императора. Хотя долг косай. Спасибо большое. Джейсон Ворхис. Кровь для Бога. Кровь и черепа для трону черепов. Харконин. Снова Дэнсер Уфсорт. Лайн Аркей. Абрам. Небольшой подгон. Спасибо. Баттл Рейдж. Спасибо за продуманный и качественный контент по Вахе. Бля, вы сейчас послушайте вот этот трехчасовой выпуск. Я посмотрю, как вы... Продуманный. Продуманный. Блядь, будете... Баттл Рейдж, да. Маэстро Нуб. Спасибо. Давайте сосаться сурово по-мужски с языками и слюнями, но без гейства, говорит Маэстро Нуб. Это из фулгримовой когорты. Ну да. А может он архконсул? В любом случае туда. Мистер Стуков. Да, я имел в виду последние события, а то все уже знают прямо внутреннее строение ёбнувших на каде обелисков, а я кроме отрывка не видел. Так вопрос, орки уже не грибы? Да нет, грибы, всё как бы про обелиски всё понятно. мне кажется, как раз-то лор орков не меняется, мне кажется, все 30 лет. Он самый вот четкий. Стабильный, Шаут, Шон, почему когда Рабаут проснулся не перебил полуимпериума? Он, короче, хотел на самом деле распустить экклезиархию первым делом, но его отговорила Селестина, потому что он говорит, это типа клей, который вообще склеивает как бы империум. Тебе нужна вера, чтобы мы победили. А на самой Терре у него нет идеи арестовать, например, совет Теры? Кстати, забыл сказать, он почти весь совет Теры уволил и поставил туда своих ребят. Это очень важно сейчас дополнение. Спасибо за этот вопрос, потому что он меня тоже мучил. Я забыл о сценарии. То есть начались вот такие суровые реформы и борьба с коррупцией на Тере. Значит, мистер Стуков снова спрашивает, где можно узнать про историю предыдущих книг на русском языке? Как по локаде, что вообще случилось? Слушай, не знаю, я думаю, что на Варфорджике можно посмотреть, наверное, должны быть переводы или типа того. Я не уверен, я читаю на английском лор, поэтому я не тот человек, которому надо спрашивать про русский лор. Понятия не имею, но имеется в виду книги, которые азбука там издает и прочее. Да нет, именно книги вот Гэдеринг Сторм. На русском, официально их нет на русском. Может быть, есть на Варфорже переводы любительские. А, да, тогда, да, это Шон. Да. Ладно. Волгорн спрашивает, Шон, что думаешь по поводу коллекционки доф-3 за 130 долларов с репликой Молота Ангелоса? Его, к сожалению, нельзя сказать из РФ. Во-первых, не реплика, а хуйня какая-то, потому что вот у меня на стене висит реплика, блядь, габаритная копия цепного Меча Астарта. Она невъебенных размеров. там Молота, на самом деле, не очень большой и, насколько я понимаю, он, ну, такой пластиковый легкий, то есть он не внушает, еще, знаете, надо твердый знак в конце этого слова. Так что у меня, возможно, будет вероятность, что я как-то заполучу это издание, но честно могу сказать, что я не стремлюсь. Даже, может быть, условно, в качестве, там, какого-то там презента от издательства и прочего, но не стремлюсь, серьезно, потому что за деньги я бы точно не купил, вот, а так, я бы тоже. Да, а так, я говорю, мне даже какие-то телодвижения делать на этот счет, вот, потому что оно не выглядит, как издание, которое я хочу просто получить. Какой-то, какой-то чертов молот, который даже не очень, ну, не очень похож на ну да, на молот, блядь, то, что мы привыкли видеть, да. Георгий Григорьев, самый маленький донат, все приятно, 58 рублей, остаток со счета на дошек, спасибо за ответ, пожалуйста. Снова Харконин, Арлис, значит, Заишу, с пламенем Кейна в сердцах, мы порвем очко уши, вернем былое величие, шеанут эт азуриант, видимо, Арлис прям врубается в тему перерожденных, они там примерно то же самое говорят, как бы. А, то есть это вот как раз, мне кажется, те люди, которые будут... Читали. Нет, нет, они будут плакать и материться, слушая наши подкасты, наши отношения к Эльдарам. Ну, давайте мы просто будем честными, не будем лицемерить и скрывать. Да, я не знаю, как Шон, я откровенно издеваюсь, да, над Эльдарами. Не ты один. Ну да. У меня сегодня в паблике вышла картинка очень красноречивая по этому поводу, вот тут прям мы с тобой нарисованы, я тебе сейчас ее покажу, там, стоит, вот-вот, стоят два космодесантника, космический волк и тысячник, это такой хаос, лоялист, и тут Тау. Вдвоем его просто пиздят дичайше. Кстати, вопрос от Виктора Зуева. Мы так все рассказали, все так красиво и прочее, а где Тау в этот момент? Нет, про них вообще ничего не говорится. Вообще ничего не говорится. Нет, о них не говорится. Это что-то значит? Ну, то есть, Games Workshop хочет закрыть нахер это направление или что, то есть они не популярны, или они появятся в скором времени. Ну, такое ощущение, что... Не знаю. Вообще-то. но какой вывод сделал я? Фракция Тау малозначима для событий в Империуме. в Галактике я бы даже сказал. Ну что ж, вот и наконец рассказали мы вам. Мы планировали полуторачасовый выпуск, получился на три часа. Понятно, что после Маталом будет чуть поменьше. потому что это просто невероятный объем. Ну это, понимаешь, это я самые ключевые события рассказал. Самые ключевые события. Вот, спасибо, что слушали подкаст «Голос императора». С вами, как всегда, Виктор Зуев был, замечательный человек, вот рядом со мной. Да, с очаровательной улыбкой. И Шон с очаровательной ухмылкой. Вот, так что это было невероятно. Теперь, мне кажется, вопросов, да не станет их меньше, ладно, кого обманывают. Наоборот, вопросов стало больше. Но, как думаешь, это явление раз в 30 лет сейчас было? Нет, я думаю, что это... Или теперь новости, как из рога изобилия, только успевает делать подкаст. Я думаю, что это просто плацдарм для мощного удара по восьмой редакции. Это все только начало. Ох! Подкаст «Голос императора». Одобрен священникам.